Алексей наконец-то ехал до нас, преподаватель колледжа и клаб. Вот Оля Шпарана была, она тоже преподает там. Может, если что, Алексей, добавишь пару слов о себе еще. Я уже исхожу из этого короткого резюме. Не знаю, может, это погода такая немножко, что нас чуть-чуть распугала. Но я думаю, что кто-то пришел. Полное удовольствие получено от сегодняшней реакции. Ясно. Спасибо большое. Ну, что там про себя рассказывать, наверное, не буду рассказывать. Лучше буду рассказывать о том, что я подготовил. Тема моей лекции – это «Работа с прошлым городском пространстве. Специфика Беларуси». Ну, на самом деле, тема очень большая. И я как бы обозначил несколько вопросов, о которых я буду рассказывать. Первый вопрос – что такое сегодня история и память. То есть, как мы понимаем эти понятия, какой смысл вкладываем. Второе – проблема исторической памяти в Беларуси. то есть, речь идет о том, как мы представляем прошлое. Какие проблемы есть в том, как мы это прошлое представляем, как мы его интерпретируем и так далее. И третий вопрос посвящен такой проблематике, как городское пространство и прошлое, и то, что мы делаем с прошлым в городском пространстве. То есть, у меня будет какое-то немножко такое теоретическое вступление, одновременно я буду приводить конкретные примеры. Ну, тематика очень большая. Тематика очень большая, поэтому, конечно, из всего вот этого большого объема материала я что-то выбрал. И когда я ехал сюда, так немножко мучился тем, насколько это будет структура. Да, то есть, сколько будет там А, В, Ц, там и так далее, выводы, заключения. Но посмотрим, что из этого всего получится. Начну вот с первого вопроса, что такое сегодня история памяти. И, как бы, хочу начать с 90-х годов и напомнить вам всем, что конец 80-х, начало 90-х, такие интересные вещи стали происходить с пониманием истории в Беларуси. Во-первых, это был такой финал советской традиции историографии. И советская в данном случае немножко в кавычках, потому что то, как в Советском Союзе интерпретировали исторические события, с одной стороны, это было очень все советским, понятно, да, по разным причинам. С другой стороны, это была традиция, которая тоже была связана с какими-то интеллектуальными течениями, которые, ну, скажем так, выходили за рамки советского. Я вам напомню наиболее такие расхожие стереотипы, которые в то время существовали. Ну, во-первых, прошлое тогда старались описывать таким, каким оно действительно было. И вот эта установка о том, что мы должны описать прошлое таким, каким оно действительно было, она была ключевой, и историки, и те, кто, в общем-то, их слушал, вот именно этого хотели от истории. То есть сейчас нам опишут прошлое именно таким, каким оно было. И в связи с этим была еще одна риторическая фигура. Все хотели узнать правду и объективную истину. То есть как оно вот было на самом деле, нам сейчас расскажут, и мы вот с этим будем жить дальше. Ну, и в советскую эпоху, если вы помните, под влиянием марксистской традиции ссылались на законные истории, да, то есть говорили, что есть там определенные законные истории, которые работают определенным образом. И, например, Октябрьская революция – это результат, там, действия законов истории в каком-то смысле. И сам Советский Союз, да, появился тоже в каком-то смысле, потому что вот в свое время осуществили революцию согласно этим законам истории. Ну, и как еще рассматривали историю в то время, помните, была такая вещь, как классовый подход, да, то есть общество было структурировано определенным образом, был так называемый еще формационный подход, это несколько этапов развития общества, там, рабовладельческая формация, феодальная формация и так далее. То есть была такая жесткая структура, в рамках которой писались учебники, в рамках которой все это рассказывалось. И вот в конце 80-х, начале 90-х, именно в нашей местности эта структура начала разрушаться, и на смену этой структуре пришла новая идея, что она получила, она оформилась в виде так называемой национально-государственной концепции истории. То есть вот раньше мы вот так писали историю, а сейчас мы будем писать историю с точки зрения нации. Ну и понятно, что истории Беларуси как таковой в рамках советской истории фактически не было, и то, что делали в конце 80-х, начале 90-х, это создавали историю Беларуси как бы заново, и это можно рассматривать в контексте национального строительства. Это происходило во многих бывших частях Советского Союза, да, то есть пытались создавать новые нации, соответственно нам бы написать такую историю, которая бы вот это все включало в себя и легитимировало эти нации, то есть объясняло почему мы нация, когда мы появились как нация, почему мы должны существовать, какие у нас права как у нации и так далее. И если может быть тоже кто-то еще помнит, в 94-95 году вышел двухтомник под названием «Нараси в истории Беларуси». «Нараси в истории Беларуси» это была первая попытка после 91 года описать вот эти вот изменения и в исторической науке, и в стране, да, которые произошли. И эта книжка она интересна тем, что в ней оказались совмещены два подхода. С одной стороны мы там описывали историю с точки зрения нации, да, а с другой стороны то, как мы ее описывали, это было еще очень советским. То есть, например, там разделы рабочие движения и так далее, это включало еще вот остатки вот этой советской методологии. Ну и опять же было такое ощущение немножко, как говорят историки, что одна идеология марксистско-советская сменилась на новую национальную идеологию, да. И вот эта вот, эта книжка была одной из ключевых, она была очень популярна в свое время, ее покупали, потому что был такой бум истории, все пытались что-то там изучать, в то время было такое выражение «белые пятна истории», да. Ну и что в этом было не так, да, или почему вот я с этого начал? Дело в том, что пока вот мы тут разбирались с советским прошлым, с марксизмом, пока начали писать истории с точки зрения нации, за пределами Беларуси прошли разного рода вещи или случились, связанные с переосмыслением представления об истории как о науке. В нашем контексте это иногда еще можно увидеть, вот это переосмысление назвали такими постмодернистскими дебатами о том, да, что такое история. И если немножко вот вкратце говорить об этих постмодернистских дебатах, о том, что такое история, то поставили под сомнение все то, о чем я говорил, а именно, что историки нам расскажут историю такой, какой она действительно что была, они нам расскажут правду и установят объективную истину. И появилась идея, согласно которой, ну, она, эта идея, например, присутствует в названии книжки Дэвида Лоуэндаля «Прошлая чужая страна». Идея о том, что между нами и прошлым такая культурная дистанция, которую преодолеть мы, в общем-то, что не можем, да, это очень сложно сделать. И поэтому получается, что прямого и тотального доступа к прошлому у нас нет. И историки не могут претендовать на то, чтобы рассказать, как все, что было, какая там была объективная истина и так далее. То есть, фактически подставлена под сомнение функция историков, ну, и их право на то, чтобы рассказывать о прошлом, потому что стало понятно, что добраться до этого прошлого, реконструировать его, фактически невозможно. И в связи с этим, что возникло, какая картина возникла? Раньше была вот такая вот советская структурированная картина прошлого, там было все понятно. И на фоне, вместо этой понятной, четкой, структурированной картины прошлого, возникает множество разных интерпретаций прошлого, да. Мы сейчас должны разбираться в этих интерпретациях, пытаться понять, как это работает, что и чему соответствует. И, скажем так, ключевой момент, к чему привел постмодернизм, это к представлению о том, что история, как наука, это социальный конструкт. И то, как историки описывают прошлое, это тоже процесс, ну, определенного конструирования. То есть мы описываем прошлое, исходя часто из того, что мы хотим в нем что увидеть и так далее. Иначе говоря, прошлое, когда мы представляем сегодня какую-то картину прошлого, мы не можем говорить, что это именно то, что было, да. Мы немножко все-таки есть разные смещения смыслов, и тут как бы еще один момент произошел. Раньше историки были сфокусированы на том, что вот как рассказать о прошлом, теперь они стали фокусироваться на том, как именно мы рассказываем о прошлом. Иначе говоря, такая двойная рефлексия. Вот раньше они там корпели над источниками и так далее, а сейчас они, в общем-то, более активно стали задумываться, как они конструируют вот эту работу, почему у них появляются те или иные идеи, вопросы, с которыми они обращаются к прошлому и так далее. То есть рефлексия значительно усложнилась, и одновременно появился еще один конструкт, конструкт памяти. И, скажем так, вот первый момент, да, на который я хотел обратить ваше внимание, что история и попытки историков рассказать о прошлом, это своего рода попытки создать интерпретацию прошлого, да, не рассказать о том, как оно было, а фактически это определенная интерпретация, да, с которой мы имеем дело. Что такое понятие памяти? Как раз это все коррелировало вот с этими постмодернистскими дебатами, в 80-90-е годы бум memory status. Memory status – это исследование памяти. И одним из первых, кто еще в 20-е годы, 20-го века заговорил о памяти, был Морис Хальдвакс, француз, и у него была работа социальной рамки памяти, и он там сказал интересную вещь. Он сказал, что наше индивидуальное восприятие зависит от коллективных рамок социального опыта. Иначе говоря, то, как мы индивидуально воспринимаем историю, зависит от того, как нам предписывают ее воспринимать. Это понятно или нет? И вот это обращение внимания на то, что наше индивидуальное восприятие, которое нам кажется таким, как бы, ну, очень своим, личным, индивидуальным, на самом деле фреймировано, да, то есть оформлено в какие-то стереотипы, которые заданы обществом. И, ну, как работает эта система, я думаю, вы сами понимаете, вы прошли через систему образования, например, правильно? И ваше индивидуальное восприятие истории теперь опосредовано теми версиями истории, которые вам пытались рассказать в рамках системы образования. И в 80-90-е годы реанимировали идеи Хальдвакса, и его идеи, ну, получили актуальность спустя много лет, и появляется огромное количество исследований, связанных с проблематикой памяти исторической. И фокус был на чем? Ну, если историки фокусировались раньше на том, что там было в прошлом, то теперь они фокусировались на проблеме, как мы сегодня помним об этом прошлом. Разница понятна или нет, да? То есть, почему мы помним именно это, а что-то мы забываем, почему какие-то вещи включены в национальный миратив, например, то есть, почему нация, там, представители нации молодые пошли в школу, там какие-то события включены, а какие-то что? Исключены, да? И вот это исследование памяти, то есть, вот, наших привычек и наших практик, связанных с воспоминаниями, с работой, с историческим прошлым, это сейчас такая тема, которая, в общем-то, в 80-90-е годы она была в топе, сейчас она тоже немножко трансформируется. И что здесь интересно, это, например, идея Пьера Нора и его концепция мест памяти. У Пьера Нора, интересно, идея о том, что история настолько ускорилась, он говорил о западных обществах, да? В 84-м году он это говорил. История настолько ускорилась, что разламывается вот это ощущение преемственности с прошлым. Ряд социальных групп вообще исчез в западных обществах, например, христианство, как социальная группа исчезла. И поэтому мы сегодня оказались в ситуации, в которой почувствовать прошлое, увидеть его присутствие в настоящем фактически что? Невозможно. Появились новые социальные группы со своей историей и так далее. И в результате чем стали заниматься западные общества? Они как бы почувствовали, условно говоря, что вот эта память коллективная, которая раньше, каналы ее были как-то налажены, передачи и так далее, все это разрушается и стали усиленно создавать места памяти. То есть вот какие-то символические или материальные объекты, при помощи которых пытаются, пытались зафиксировать вот это ускользающее прошлое. Это понятно всем или нет пока что, да? То есть вот это вот как бы начало. И теперь вот если говорить, например, о местах памяти, эти места памяти, как я уже сказал, они могут быть совершенно разные, символические. Это может быть какой-то памятник, это может быть какая-то идея. Ну, например, Жанна Д'Арк во Франции это место памяти, да? Это фигура, в которой сразу там и какие-то вот вещи сочетаются, важные там для французов, да? У нас места памяти, я не знаю, в городском пространстве, когда мы говорим о местах памяти, речь идет обычно о конкретных местах, таких материальных объектах с символической функцией. То есть, например, в Бресте это, конечно, что? Брестская крепость, но на самом деле мест памяти в Бресте намного больше, но вот с определенной эпохи, да, Брестской крепости. И как раз вот я хотел бы сказать, что вот этот мемориал Брестской крепости, который был в 71-м году там открыт, как раз и вообще история Брестской крепости как раз символизирует все то, о чем я сейчас говорю. Скажем так, а говорил я о том, что история и память, то есть то, что мы помним и то, что мы пытаемся делать с историей, это своего рода социальные конструкты. Вот память о том, что происходило в Брестской крепости, да, в начале войны, это тоже социальный конструкт. И этот конструкт, и вообще вот как создавалась память о, например, Брестской крепости? Я рекомендую всем статью Кристиана Гансера, это немецкий историк, его статья, там нет, две статьи, размещены в журнале «Архэ» за 2012 год, в номере, посвященном исторической политике, исторической памяти. И Гансер говорит о том, что, ну вот, произошло то, что произошло в Брестской крепости, некоторое время после войны об этом никто ничего, ну, как бы не обращали на это внимание, условно говоря. В начале 50-х произошло открытие этих событий, то есть вдруг увидели, что это был какой-то такой важный момент, и начал создаваться такой миф. Миф в данном случае, воспринимайте слово спокойно, да, но, условно говоря, некая история, какой-то нарратив о Брестской крепости, о том, что здесь происходило. Этот нарратив в 60-е и 70-е годы получил, так сказать, подпитку в связи с тем, что, например, вы знаете, в 65-м году Машеров, да, к власти пришел, это было как раз поколение людей, прошедших войну, они пришли к власти, вот это бывшие участники там партизанского движения и так далее, и одновременно в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы стала разрушаться живая память, связанная с Октябрьской революцией. То есть с именем Ленина, с Октябрьскими событиями эта память начала разрушаться, и на вот этой разрушающейся памяти строить основания советского государства стало сложно. Поэтому в 60-е, 70-е годы и 80-е коллективную память стали строить на конструкте памяти в Советском Союзе о Великой Отечественной войне. И в рамках вот этого вот обращения внимания на то, что происходило в Брестской крепости, разворачивается вся история. Там мемориал создали, обратите внимание, все крупные памятники и мемориалы появились не сразу после войны во Второй мировой в Беларуси, а все-таки позже. И это тоже как бы показатель того, что что-то такое произошло, почему эти мемориалы появились, почему там в 54-м году площадь Победы в Минске, памятник возник, 71-й год. Обратите внимание, довольно много времени прошло после событий Брестской крепости. И Ганцер в своей статье описывает музей Брестской крепости, музеями реального комплекса. И из статьи Ганцера становится понятно, что то, как посетителям рассказывают сейчас историю Брестской крепости, это фактически еще рассказ о том, как пытались забывать что-то, да, о том, что происходило во время начала войны, непосредственно в Брестской крепости, в Бресте, ну и дальше. Ну, какие там, о чем говорит Ганцер, например, да, какие примеры привозят. Долгое время вы знаете, что в советских экспозициях, связанных с памятью о войне, практически ничего вообще не говорилось о убитых евреях. И проблематика Холокоста, она игнорировалась. И в рамках советской идентичности не хотели укреплять отдельную еврейскую идентичность, и поэтому говорили, погибли там не евреи, писали на всех мемориальных табличках, а советские мирные граждане, да. И то же самое было свойственно для мемориала Брестской крепости, было Брестское гетто, были убийства евреев. Тем не менее, в экспозиции это было практически что? Не отражено. В экспозиции создавался героический образ сопротивления, при этом там ничего не говорилось о том, какими путями люди попадали в плен, что с ними происходило и так далее и тому подобное. Иначе говоря, тот нарратив об Брестской крепости, который складывался начиная с 50-х годов, что-то в нем было включено, да, в этот нарратив, что-то из него было убрано. И до сих пор, до сих пор, да, то, что связано с Брестской крепостью, с ее историей, это, в общем-то, отчасти такая конструкция, которая, ну, не историзирована до конца, да. То есть, что значит не историзирован? Это значит, мы, возможно, и знаем много чего, да, но при этом что-то публично не представляется, о чем-то не говорится и так далее и тому подобное. И для чего? Для того, чтобы создать вот этот образ героического сопротивления, потому что он максимально важен в Советском Союзе для патриотического воспитания, для ощущения, скажем так, советской идентичности в постсоветской Беларуси. Теперь Брестская крепость – это одно из центральных мест, связанных с белорусской идентичностью, да. То есть, вот это было то, что показывает уже героизм не вообще советского народа, а именно кого? У белорусов там и так далее. То есть, произошла такая реинтерпретация вот этого мифа о Брестской крепости в новых условиях. Я этот пример привел для того, чтобы вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили, да, что такое история и память сегодня. Это два понятия, которые сегодня интерпретируются не так, как это интерпретировалось, допустим, в конце 80-х, начало 90-х годов. И на что здесь надо обращать внимание прежде всего? Ну, от историков не надо ожидать объективной истинной правды и рассказа о том, как все было на самом деле. Мы должны ожидать интерпретации. Одновременно мы должны понимать, что сегодня часть историков, часть историков, думает, выполняет социальную функцию в Беларуси. Они пишут историю для того, чтобы укреплять воображаемое сообщество, нашу белорусскую нацию. И вот эта работа по укреплению этого воображаемого сообщества многими историками, может быть, даже не осмысливается, они не критически к этому подходят. И как раз вопрос в том, чтобы сегодня, если мы говорим об истории, о том, какая она, мы структурируем наше историческое мышление при помощи других категорий. Не классовой борьбы, не информационного подхода, а мы структурируем при помощи других понятий. Например, поэтия гендера, этничности, класса. То есть вот эти вот микронарративы. Сегодня мы пишем женскую историю, историю повседневности, говорим об исторической антропологии и так далее. То есть вот очень много всяких сложных тем появилось. И одновременно появилась тема, еще раз повторяю, памяти. Ну, места памяти, политика памяти, историческая политика, культурная память, коллективная память, коммуникативная память. Это новые понятия, при помощи которых мы что-то сегодня осмысливаем. Ну, два понятия, например, нам важны. Это коммуникативная память и культурная память. Коммуникативная память, она живет, ну, идею коммуникативной памяти и культурной памяти предложили Яна Алейда Асман и два исследователя. И понятие культурной памяти, оно связано с представлением о том, что есть какая-то версия памяти, которая институционализирована. То есть вот это то, что мы получаем в школе, то, что одобрено обществом, оформлено в какие-то конкретные тексты и так далее. А есть коммуникативная память. Коммуникативная – это живая повседневная память, она живет лет 80-100. Вот, например, сейчас мы находимся в очень интересной ситуации, которая тоже связана с Брестской крепостью. Обратите внимание, живая коммуникативная память о Великой Отечественной войне исчезает. Уходит абсолютно поколение людей, которое было носителями этой памяти. И через некоторое время возникнет проблема с восприятием этой истории. В Минске появился новый музей Великой Отечественной войны. Мне он не понравился. Но почему он мне не понравился? По той простой причине, что там еще меньше истории, как мне кажется. Ну, то есть понятно, что этот музей отличается от прежней советской версии. Но одновременно те формы работы с прошлом, которые там предлагаются, они основаны не на том, чтобы глубже понимать историю, а скорее на так называемом аффективном менеджменте. Там эмоциональный эффект у людей пытаются вызвать. И через этот эмоциональный эффект создать эту связь с прошлым. Это как бы немножко такой проблемный вид работы с прошлым, потому что при помощи одних эмоций, в общем-то, далеко не уедешь. Собственно, все последние фильмы о войне, например, фильм «Сталинград» или фильм «Брестская крепость», которые, возможно, вы видели, они построены на идее вот этого аффекта, эмоции. Там гипернатуралистичные сцены и так далее. Это все должно создавать вот этот эффект связи с прошлым. Почему? Потому что коммуникативная память разрушается, в кинотеатр приходит поколение в семье, в которых уже нет людей, которые могут что-то рассказать и так далее. Они уже не знают вообще всего этого контекста. И поэтому им предлагаются какие-то вот такие образы истории. Ну, мы когда говорили о том, как интерпретировалась там история Брестской крепости, как раз вот с этим понятием связано понятие политики памяти. Политика памяти – это важное понятие, потому что она показывает, какие образы истории общества хочет видеть, а какие что – не хочет. Политика памяти может быть разной, но я бы сказал, что она может быть демократичной и недемократичной. Демократичная политика памяти или демократическая политика памяти предполагает, что мы включаем в нарратив памяти, в рассказ, в историю память разную совершенно. Мы не исключаем из нашего рассказа память о каких-то событиях, мы пытаемся с этим что-то делать и так далее. Ну и понятно, что в Беларуси мы скорее можем говорить о втором варианте политики памяти, когда какие-то вещи включаются в этот рассказ, какие-то, наоборот, немножко игнорируются, превращаются в такую фигуру умолчания, забвения и так далее. Ну, как бы возвращаясь вот к этому первому вопросу, к понятию, что такое история, что такое память, я думаю, я как бы примерно объяснил несколько таких теоретических идей, которые нам важны, и теперь мы перемещаемся к такому вопросу, как проблема исторической памяти в Беларуси. Ну, если перечислять эти проблемы, их много достаточно. И я попытаюсь как бы эти проблемы сейчас немножко структурировать и перечислить, да, о чем идет речь. Ну, во-первых, вернемся к тому, о чем я говорил. Первый раз рассказывал о том, рассказывал о том или говорил о том, что в западных обществах, да, там в 80-е годы изменения социальные привели к тому, что от прежней коллективной памяти этих западных обществ мало что осталось, да, они создают всякие места памяти, чтобы зафиксировать эту уходящую память и так далее. Примерно такая же ситуация начала происходить и с нами, потому что, обратите внимание, в эпоху Маршерова происходит урбанизационный переход. Большинство людей начинают жить где? В городах. Потом произошла перестройка, потом все наши политические события случились. Согласитесь, что история ускорилась, социальные изменения ускорились, и в результате мы тоже оказались в такой ситуации, когда мы уже, ну, не можем ухватить какие-то вещи, но на это накладывается еще одна большая проблема. Проблема в том, что пока мы были с советскими людьми, с нашей памятью, ну, кое-что произошло. И Пьер Морра называет и говорит о том, что 80-90-е годы – это начало процесса идеологической деколонизации в постсоветских обществах, в обществах Восточной Европы, когда начинает освобождаться та память, да, которая раньше была скрыта. И формируется так называемое сообщество памяти – remembering communities, то есть группа людей, которые пытаются свою память продвигать и актуализировать. Какие это были сообщества людей, например, в 80-е, в 30-е, в 90-е, я вам приведу два примера буквально. Это, например, жертвы репрессии, их родственники, все те, кто начали настаивать на том, что надо увековечивать память тех, кто был репрессирован при коммунизме. Вторая группа – это, например, евреи, еврейские организации, для которых важной стала проблематика Холокоста. И именно благодаря усилиям еврейских организаций появились новые мемориальные знаки в Беларуси в конце 90-х и 2000-х, которые рассказывали о том, что случилось с евреями как группой населения в период нацистской оккупации. Потом, какие у нас еще были сообщества памяти? Если вы помните, это родственники или, например, участники войны в Афганистане и их родственники. Это еще одно событие, еще одно сообщество памяти. Они тоже пытались каким-то образом увековечить то, что произошло. Потом у нас случились такие вещи, как, например, Чернобыльская авария, 1986 год. И вы знаете, что через некоторое время начали возникать мемориалы, памятные знаки, связанные именно с Чернобылем. То есть это еще одно сообщество памяти. Ну и, кроме того, давайте вспомним о группе, о которой вообще практически ничего не говорит. О цыганах, например. Которые тоже были частью белорусского общества. И тоже они пытаются, скажем так, те, кто исследует эту группу, тоже говорят об их памяти, которая должна быть встроена в коллективную память белорусов. Иначе говоря, вот этих сообществ памяти достаточно много. Некоторые из них настолько сильны, чтобы из события, да, в котором участвовали эти люди или их родственники, сделать так называемую, создать культурную травму. Это понятно или нет, да? И, то есть, создать ощущение того, что какое-то событие было травмой для всего общества, да, и с этим надо что-то делать. Ну, например, действия, вот, например, тех, кто был связан с сообществом памяти о Чернобыле. Вы знаете, что эта тема вначале была на пике общественных дискуссий. Теперь она постепенно, или уже, ну скажем так, приличное время, она уже выведена на периферию, да, на периферию. И если, например, подумать о том, какие памятники стоят, или как вспоминают о Чернобыле, несколько лет назад была выставка, посвященная 25-летию Чернобыльской аварии, непосредственно в Национальном музее истории в Минске. Первые два стенды, такие черно-белые стенды с кадрами катастрофы, все остальные 90% стендов, это рассказ о том, что все уже преодолено, да, и как бы мы на самом деле уже сталкиваемся с другой реальностью. И это в то время, когда такая социальная группа, как участники ликвидации аварии, утратили часть в год, например, в социальных и так далее. То есть здесь мы видим, что какое-то сообщество памяти не смогло настоять на том, да, чтобы их память получила достойное оформление, условно говоря. То же самое касается, например, жертв репрессий коммунистической эпохи. Показательная история мемориала под Минском, Куропаты. Вы знаете, с этого фактически, можно сказать, началась массовая мобилизация людей в эпоху перестройки. Это было место массовых расстрелов граждан, и как бы одним из тех, кто начал об этом говорить, был Зенон Позняк, лидер тогда Белорусского народного фронта. Тогда там поставили кресты и так далее, и была идея поставить мемориал, да, но эта идея так, что до сих пор и не реализована. Мало того, несколько лет назад там стали строить культурно-развлекательный комплекс «Бульбаш-Холл» под названием, да, с нарушением территории Куропат. Это вызвало такое общественное негодование, и стройку вначале приостановили, затем перераспределили границы охранной зоны и уменьшили. И опять же, память об этом до сих пор не получила достойного оформления. То есть речь идет о том, что какие-то сообщества памяти, да, повторяюсь, могут на чем-то настоять на том, чтобы зафиксировать их память, какие-то не могут. И история современной Белоруссии, это рассказ вот как раз об этом тоже, да. И какой еще интересный момент, вот первый, первый момент, да, то есть первое, о чем я хотел сказать, что одна из проблем у нас связана с тем, что, с одной стороны, у нас социальные изменения, разрушается коллективная память, которая раньше была, и одновременно эта память была очень сильно нарушена в коммунистическую эпоху, и у нас сейчас, как бы, работа очень сложная, да, у всех нас должна быть. Следующий момент, достаточно важный, мы живем с вами в пост-тоталитарном обществе, в принципе, наверное, в авторитарном, и в таких обществах, о таких обществах говорят, разделенное общество, разделенная память. Все конфликты по поводу прошлого сразу приобретают политическую окраску, они получают очень большую нагрузку, это одна из проблем, да. И в результате есть еще один феномен, это асинхронность и несогласованность разных памятей. Еще одна особенность нашей коллективной памяти, потому что, смотрите, есть память о Холокосте, память о Чернобыле, память о Советском, память о, там, детях, там, Белорусского национального движения, то есть у всех разные виды памяти, и это пока еще никак не упорядочено, да. И на самом деле разные сообщества занимаются своими памятями, но нет вот таких общественных инициатив, которые бы охватывали все эти сообщества. Это понятно, о чем я говорю, да? Это одна из особенностей, в общем-то, специфики вот этого ландшафта памяти в Беларуси и действий этих сообществ памяти. Память о Второй мировой войне. Ну, вы знаете, что в Украине недавно постановили больше не произносить слова «Великая Отечественная война», потому что это советская идеологема, советский конструкт памяти о Второй мировой войне. Заменили понятие «Великая Отечественная» на «Вторая мировая». У нас до сих пор доминирует понятие «Великая Отечественная война». Я пока не говорю хорошо или плохо, просто вам объясняю, что в связи с тем, что это версия войны, появившаяся в советскую эпоху и модифицированная при Лукашенко, модифицированная каким образом, да? Раньше участвовал советский народ, теперь акцент делается на том, что участвовали кто? Беларуси. Вот это национализировали, немножко национализировали, немножко, да, там есть свои ограничения, и многие теневые стороны этой войны до сих пор с трудом обсуждаются. То есть проблема там коллаборации, например, да, проблема белорусского национального движения в годы войны, можно сказать еще о каких-то событиях, которые происходили, то есть слишком много еще вещей, которые не историзированы до конца, и, кстати, вот Музей Великой Отечественной войны об этом говорит, партизанское движение, история партизанского движения, история еврейского партизанского движения, да, и так далее. То есть вот все вот эти вещи еще до сих пор обсуждаются, история войны не историзирована, да, эти события не историзированы до конца, они еще представляют собой такую конструкцию, где очень много идеологии и вот этого политического напряжения. Потом 39-й год, события 39-го года, да, и вот Брест, в общем-то, тоже связан с этими событиями, тоже как это трактовать, да, потому что вы знаете, что с одной стороны нация объединилась, да, как бы, ну, то есть это та рамка, которая сейчас всем важна, это объединение нации. С другой стороны, давайте вспомним, когда нацию разъединяли, когда объединяли, никто нас ни о чем что не спрашивал, да, и в этом смысле возникает проблема субъектности в связи с событиями истории 39-го года, какую роль мы на самом деле в этом играли. Потом события 39-го года связаны еще с пактом Риббентропа-Молотова, да, как интерпретировать этот пакт. Вы знаете, что совершенно разные интерпретации существуют. Еще один момент, к которому я вот хочу вернуться, это опять же память о жертвах коммунизма и о репрессированных. Эта тема была топовая в 90-е, потом она перестала быть таковой, эту тему вытеснили другие темы, в том числе экономические проблемы и так далее, и очень много публикаций было в 90-е годы, потом волна этих публикаций пошла, что на спад, да, и какие-то вещи до сих пор историки исследуют, но доступ к архивам тогда же, что и закрыли в 90-е годы. То есть сегодня эту тему до конца не довели, и с ней еще, в общем-то, работать и работать. Ну, опять же, история войны в Афганистане, да, и участие белорусов в ней. Потом разного рода события советской истории. Можем ли мы сегодня сказать, что есть какой-то нарратив о советском прошлом, с которым все согласны в белорусском обществе? Нет, не можем. Потому что на самом деле очень много разных совершенно точек зрения на советский период в каком регистре? От ностальгии до ненависти, да, условно говоря. Или как приезжала одна лектора, она рассказывала о том, как коммунизм воспринимают там в Чехии от демонизации к сакрализации. Либо это было очень ужасно, либо очень хорошо, да. И стоит вернуться, да, вот к этим всем травматическим событиям, потому что как раз работа с прошлым, да, в городском пространстве, как раз связана в начале, ну, или связана с тем, что мы вообще можем сказать о собственном прошлом. И травматические события, они с большим трудом, с большим трудом, как бы, мы работаем с ними, да. И как, 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 как репрезентировать эти события, да, то есть как, как их показывать. Ну, прежде всего, что делать с советским прошлым? Я вам покажу несколько примеров, да, того, что с ним пытаются делать. Ну, вот знаменитый памятник Ленину, вы знаете, да, эти памятники стоят везде, где только можно. В одном Минске порядка 18 памятников Ленину. Памятник Ленину, вот я проходил, так сказать, да, когда шел по Бресту. Ну, центральная проблема разрушать или перекодировать каким-то образом. То есть не можно ли это перекодировать. Ну, пример вот. Это бывшая статуя Ленина в Бухаресте. Голову, в общем-то, убрали, да, и создали вот такой вот объект, арк-объект. Его автор сказал, что это способ обратить внимание всех на политическую жизнь в сегодняшней Румынии, заставить политиков задуматься о том, что они делают и так далее. Это вот Черкасс и Россия, да. Тоже, тоже еще один способ перекодирования памятника Ленину, который, в общем-то, был использован. Это сладкий Ленин из... он действительно сладкий, он как кондитерское изделие. В Бухаресте, в Румынии. Потом еще один Ленин, это уже в Украине. Вот это тоже Запорожье, Украина. Его переодели в вышиванку, если вы видите, да, для того, чтобы... Ну, придать памятнику другой смысл. Вы знаете, что в Украине произошел Ленинопад. Массовое уничтожение памятников советской эпохи. Я очень интересный доклад об этом слышал. Причем памятники уничтожали в разных регионах Украины по разным причинам. И это не коррелировало с тем, часто, насколько там, допустим, сильна еще бывшая советская идентичность. То есть, когда сегодня разрушают памятники, с одной стороны, их связывают с прошлым в какой-то степени, но в большей степени связывают с чем с современностью. То есть, то и почему их уничтожают, это совершенно современные мотивы. И уничтожают, например, ну, когда развернулось вот эти все события, связанные с Крымом, да, понятно, что памятники Ленина стали уничтожать не потому, что все еще помнят коммунизм, да, именно вот Ленина, а потому что они уже ассоциировались с новой ситуацией, которая, в общем-то, русского мира, там, советской бывшей империи и так далее. То есть, это были совершенно такие современные мотивы для того, чтобы это уничтожить. Вот на одном из постаментов памятника Ленина, вы видите, такой фактически христианский сюжет, да, изобразили. Вот еще один Ленин. Ну, то есть, как вам сказать, правительство, это делают люди. Это делают люди, это делают люди, да, да, то есть, это когда как получается, то есть, например, я когда был в Харькове, буквально вот осенью, да, то есть, когда там эти события тоже происходили, там просто ночью кто-то нарисовал, там огромная площадь, огромный памятник Ленину, и на постаменте нарисовали украинский флаг. И на следующий день его там смывали, в общем-то, да, для того, чтобы... То есть, вот идет такая попытка, борьба за интерпретацию памятников, да, для того, чтобы придать им другой символический смысл, другое значение. Вот еще один эксперимент того, что делают советским прошлым. Иногда его локализируют, иногда его локализируют. Парк Грутос, Ленинленд. Туда свезли все памятники советские, да, в Литву. Свезли все советские памятники. Этот вагон поставили для того, чтобы демонстрировать то, как литовцев депортировали, да. И сделали Ленинленд, вот этот парк Грутос, для того, чтобы литовцы туда приходили и видели, что происходило в советскую эпоху. При этом боялись очень сильно, что те, кто придут, будут испытывать ностальгические настроения. Поэтому в парке тексты и все остальное было сделано таким образом, чтобы все-таки показать, что не очень там хорошо было, да, и так далее. И вот там такие вот объекты, да, то есть вы идете и внезапно там наталкиваетесь на, например, там, пионерки. Вот, видите, это вот концентрация Лениных в одной комнате должна, должна деконцентрировать идею и диалоги, потому что когда много всего, вы начинаете задумываться о том, что это такое вообще, да, происходит. Потом еще один такой момент, это, к сожалению, у меня текст. В 25 километрах от Вильнюса, 5 метров под землей, и вы в СССР, нашли бункер, который готовили для того, чтобы, когда произойдет ядерная война, литовское телевидение советское могло из этого бункера вещать. И из этого бункера сделали туристический объект. Людей переодевают как бы в советскую одежду и заставляют испытывать унижения там и так далее, то есть все то, что испытывали, как они думают, да, советские люди. Это на туристы лежать, да, и они добровольно переодеваются. Да, добровольно абсолютно, естественно, не насильно. За деньги еще. Да, за это надо заплатить деньги. Это такое коммерческое предприятие. Но на большее предприятие. Да, мне больше всего понравилась эта подпись. Режиссер драмы «Выживание», лауреат национальной премии. Там мне напоминают, как в советскую эпоху, да, обозначали, что такое-то такое-то, лауреат там ленинских премий и так далее. И смотрите, вас будет водить по лабиринтам. Вы увидите телевизионные программы с 2004 года. Будете допрошены в кабинете КБР, изучать гимны с СССР будете. Будете приучаться носить противогаз. То есть вот множество практик. Два-двух с половиной часовой спектакль «Драма выживания» в запотанных лабиринтах советского бункера. Ну, вас ожидает аутентичный советский ужин. Ну, такое что-то комическое предприятие. Я думаю, что там как раз работает как драматическое. То есть люди проходят через это, да, погружаются. То есть, конечно, это все надо делать как бы всерьез, да. Вот они там так и делают. Участники акции становятся гражданами СССР, бумаги подписывают, указания, подтверждают, что состояние их здоровья позволяет находиться в закрытых подземных помещениях и так далее. То есть, ну, потом, что еще делают с советским прошлым? Музей оккупации в Латвии. Обратите внимание, в странах Балтии, в странах Балтии, вся советская эпоха – это эпоха оккупации. Эпоха оккупации. И, например, в учебниках истории Литвы написано о двух оккупациях. Вначале была немецкая, а потом какая соответствовала? Советская оккупация. И, ну, я имею в виду война и после нее, но до войны еще, да, естественно, там, когда предвоенные годы. И, видите, в этом музее идеологически совмещают два режима, да, нацистский и сталинский. То есть, когда говорится об оккупации, естественно, вот такая складывается ситуация. Интересно поступили со зданием музея геноцида в Вильнюсе, это бывшее здание КГБ на проспекте Гедемина. Фасад здания украсили табличками с фамилиями жертв. То есть, таким образом перекодировали это здание, да, то есть, которое у всех ассоциировалось с тем, что это здание КГБ, с совершенно другими вещами. Вот монумент в Праге, 2002 год, жертвы коммунистических репрессий, видите, разрушающихся людей, да, которые изображены. В Варшаве тоже вот памятник правозащитникам и так далее, который был сделан прямо вот в городе, видите, Сахарова, да, называется в честь академика Сахарова, да, который известен был как правозащитник, скажем так, в конце советской эпохи. Ну, так, это тоже один из памятников жертву, репрессии в Варшаве. Возвращаясь к тому, о чем мы говорим, да, возвращаясь к тому, о чем мы говорим. Мы с вами говорили о том, что есть разного рода проблемы коллективной памяти в Беларуси. Одна из этих проблем, мы не знаем, что делать с нашим травматическим прошлым, да. И я привел вам некоторые примеры того, как в запределах Беларуси пытаются что-то делать с советским, да, которое осталось в виде памятников, в виде еще каких-то вещей. Во-первых, пытаются вначале теоретические рамки для советского определить, то есть, например, в странах Балтики говорят, что это оккупация, да. Дальше пытаются музеифицировать советское, создать, например, музей геноцида или сделать что-то с этим, да, или перекодировать часть объектов, то есть оставить их, но обозначить их таким образом, чтобы мы видели какую-то другую интерпретацию событий. Дальше, о чем я еще хотел сказать, о том, что очень важно, ну, при работе с прошлым понимать, то есть мы переходим уже к третьему вопросу лекции, да, очень важно понимать, какого рода памятники мы ставим в городском пространстве, что они обозначают. И, опять же, я решил обратиться к понятию, скажем так, травматических событий, потому что именно памятники этим событиям максимально тяжело придумать. И события Второй мировой войны, события Холокоста, это одна из центральных тем в мемориализации сегодня. И, например, вы знаете, что мемориализация Холокоста, она тоже началась не сразу после Второй войны, а позже. В Германии, например, часть памятников появилась в 2000-е годы, потому что в Германии тоже был сложный процесс осознания того, там, вины немецкой, да, и так далее. И что надо сказать о изменении характера самих памятников, да. Прежде всего, отказ от монументальности, то есть я сейчас вам буду показывать какие-то примеры, но очень часто это отказ от монументальности. То есть вот эти вот мемориальные формы, которые мы можем увидеть в городском пространстве Беларуси, они часто монументальны. Потому что советская, скажем так, мемориальная политика создавала вот эти огромные гигантские объекты, начиная с 60-х годов, связанные с памятью о Второй мировой войне. Еще один такой момент. Традиционные формы искусства не подходят для показа проблем, так как были призваны прославлять победителей или оплакивать жертвы с позиции собственного морального превосходства, да. А мы с вами понимаем, что если речь идет о Германии, речь идет о том, что немецкая нация в период Второй мировой войны отнюдь не имела этого морального превосходства, речь идет о каких-то других вещах. И какой памятник мы должны поставить для того, чтобы демонстрировать какое-то другое ощущение от того, что мы понимаем или что мы хотим делать со своей историей. То же самое касается и нашего пространства, потому что если мы ставим памятники репрессированным, например, да, то как это может выглядеть для того, чтобы это действительно отражало идею этой травмы, памяти и всего остального. И в связи с этим появляется в Западном Беларуси концепция контр-монумента. Контр-монумент. Есть памятник, а это, условно говоря, контр-памятник, то есть другой памятник. О чем идет речь? Это отказ от иллюстративности, декоративности, христианских коннотаций, искупительного пафоса и романтизации страдания. То есть это какой-то такой памятник, который должен быть символом, который не отсылает к уже устоявшимся смыслам. И новые мемориальные практики должны были увековечить варварство, а не героизм, стыд, а не гордость. И это стало, в общем-то, серьезным испытанием для тех людей, которые ставили эти памятники. Потому что мы как бы ставим памятник, получается, своим собственным проблемам. То есть тому, что мы не смогли в свое время сделать, решить, и сегодня у нас какая-то новая ситуация. И как об этом сказать так, чтобы не уязвить вот это собственное чувство гордости? Ну и, как я уже говорил в самом начале лекции, была деконструирована идея памятника как некого сосуда с прошлым. Иначе говоря, нет уже больше ощущения того, что памятник передаст или создаст нам ощущение той истории, которая была. Каждый раз вокруг памятника возникают новые смыслы. И с этим тоже надо иметь дело. И это очень такая серьезная и сложная задача. Кроме всего прочего, если мы ставим памятник, например, травматическому событию, то должен ли он приносить эстетическое удовольствие? Ну, то есть мы смотрим на памятник и думаем о том, ну, мы часто думаем о том, что это должно быть красиво и так далее. Но может ли памятник к травматическому событию быть как бы вот красивым? И также еще один момент интересный. Включенный, включенный в концепцию контр-монумента, обычно памятники ставили такие монументальные, да, с христианской символикой и так далее. А теперь надо ставить памятники, как считают те, кто этим занимается, обращенные против самого себя, исчезающие, невидимые, мобильные и так далее. И как финал, к какому выводу приходит, я бы сейчас рассказывал материалы круглого стола, да, который был и связан с вот этой работой с прочным. Там совершенно небольшая такая подборка, но как итог, да, что говорят о памятнике и травматическом событии? Памятник нужен не как рубец на месте былой травмы, успокаивающий зрителей, но как открытая кровоточащая рана, а зритель должен быть не пассивным, но вовлеченным в проект, рассерженным, но неравнодушным. И я вам сейчас приведу пару примеров, да, памятников, подпадающих под концепцию контр-монумента. Ну, во-первых, смотрите, вот какие формы выбрали для презентации памяти о Холокосте, в основном об этом буду говорить, это так называемые камни плеткновения. То есть вы идете по городскому пространству европейскому и вот находите там табличку, которая вмонтирована в землю, на которой указаны имена жена. То есть это совершенно не монументальный объект, это очень маленький объект, тем не менее, он все время заставляет вас остановиться, да, и подумать о том, с чем вы имеете дело, на, так сказать, на какое историческое событие или какому историческому событию отсылает этот объект. Вот в Будапеште памятник жертвам Холокоста, да, вот достаточно известный. Ну, вы знаете, что это такие памятники иногда, около которых туристы даже не фотографируются, да, поскольку, как бы, фотографируют скорее сам памятник, но не себя, да, вместе с ним, потому что вызывают это определенные там эмоциональные ощущения и так далее. В Прагу, это вот памятник жертвам репрессий коммунистической эпохи, это та железная дорога, которая уходит вдаль и по которой, в общем-то, люди отправляли, депортировали, да, и от них там ничего не оставалось. И вот эти идеи, обратите внимание, совершенно нестандартный подход, да, это отсутствие каких-либо привычных эстетических форм, часто очень неожиданное решение. Потом еще вот такой памятник, вот эта центральная вещь, она немножко уходит под землю, да, с течением времени, через течение времени она исчезает. То есть это еще один способ рассказать и о памяти, и о том, какой она может быть. Потом самый известный объект, это мемориал Холокоста в Берлине, один из самых известных, рядом с Барненбургскими воротами находится. Это такие огромные кубы, между которыми люди ходят, там можно затеряться, это считается, в общем-то, вот это ощущение потерянности и немножко такой боязни вот этого пространства. Это как раз вот то, что нужно для того, чтобы почувствовать, что ощущало еврейское население Германии, которое оказалось исключенным из общества. По поводу этого памятника, установленного 2000-е, вот этого мемориала было очень много споров, потому что посчитали, что он уродлив, там и так далее, в нем нет никакой эстетики, это просто такие геометрические кубы. Тем не менее, это один из самых популярных туристических объектов, если кто-то был в Берлине, знали. При этом, что еще происходит с памятью о жертвах, например, нацизма? Ну вот, немножко, да, другой ракурс этого памятника. Вот это вот, этот объект, эта вода, да, естественно, поставлена там же не очень далеко от Бренденбургских ворот, это памятник цыганам. Которые были уничтожены, один из аспектов переработки памяти о Второй мировой войне, вначале памятники ставили абстрактным жертвам. Ну, то есть, всем тем, кто, понятно, да, о чем я говорю. Потом появляется идея и в той же Германии, и в других странах, что мы, когда ставим памятники абстрактным жертвам, мы на самом деле не говорим о сути происходящего, да, о сути там национал-социализма и так далее. Мы, как бы, стираем, да, какие-то вот индивидуальные памяти в рамках вот этого абстрактного образа. Поэтому начали ставить памятники, исходя из категории жертв. Это тоже вызвало критику. Почему? Потому что, когда мы ставим памятники отдельным категориям жертв, мы воспроизводим те категории, которые навязывали нацисты обществу. Понятно, о чем идет речь? То есть, как бы, получается, это очень сложный момент, что, с одной стороны, мы ставим памятник, допустим, цыганам или там погибшим евреям, и тем самым мы опять память делим, да, и может ли она быть, условно говоря, общей, да? Ну, это то, что человеку всегда понятнее, доходчивее воспринимать те вещи, которые ему близко, и вот такое обеспечивание, да, не говорить, что ты цыган, не говорить, что ты елеет, оно как-то отдаляет весь ужас, всю проблему. Поэтому я уверена, что это были все конкретные категории, конкретные люди. Ну, а лично, да, что это повредит, это повредит, это повредит. Ну, смотрите, вот еще один памятник. Это, вот, например, памятник, который тоже вызвал много споров. Это памятник, который тоже находится в Берлине, памятник гомосексуалам, жертвам Третьего Рейха. И человек смотрит вот туда, да, там показывают видеоролик. Видеоролик раньше был с двумя целующимися мужчинами. Но ЛГБТ-комьюнити начала говорить о том, что почему образ гомосексуала представлен в виде мужчин. То есть, и, ну, я просто к тому, что, да, я просто к тому, что на самом деле эти вещи вызывают много вопросов. Нам вообще сложно представить такую градацию жертв в Беларуси, потому что, вы знаете, даже в рамках мемориала Брестской крепости, да, это все очень обобщенные образы, понимаете, о чем я говорю? То есть, все категории тех, кто участвовал в событиях Брестской крепости, а это, например, там, представители разных, там, этнических групп, женщины, мужчины, там, военнопленные или нет, да, все это собрано в один такой образ, да, образ, который прежде всего работает как, функционирует как то, что должно дидактически рассказывать о героизме, взывать о жертвенности, пользу государства, там, и так далее, но какие-то вещи обходятся стороной, да. Потом вот еще один памятник, так называемые негативные монументы, вот это вот фонтан, который бьет не вверх, а куда, вниз, и тоже памятник жертвам Холокоста, и смысл как раз этого памятника был в том, что, ну, понимаете, во-первых, у вас возникает вопрос, почему так, и как мотивировал создатель памятника, как он отвечал на этот вопрос, вот когда мы все будем знать о том, что произошло, да, вот тогда этот фонтан можно что, перевернуть вверх, условно говоря, да, то есть это как раз проблематизация того, что, в общем-то, эта память может быть неустойчива, еще какой-то и так далее. Ну, это вот памятник памятнику, на территории Бухенвальда, на месте старого обелиска, вот такую вот небольшую плиту положили, никаких, видите, монументальных форм, и там поддерживается еще, когда вы прикладываете руку, температура человеческого тела, да, то есть это как бы память о тех, кто ушел, исчез в Бухенвальде. Ну, вот этот автобус, это еще одна категория жертв, видите, автобус разделен на две части, серый автобус, это автобус, на котором увозили людей, психически больных людей, и те, кто не попадали в категорию здоровой немецкой расы, там была принудительная эвтаназь, то есть их убивали, потому что они не являлись там евреями, допустим, или там не имели каких-то политических взглядов коммунистических, они просто, у них были проблемы с психическим здоровьем и так далее, и их уничтожали, потому что таким образом обеспечивая чистоту разы. Это такое проявление биополитики, так называемой, да, когда мы его отслеживаем. И вот эта категория была поставлена, был поставлен памятник, туда вы заходите его внутрь, потому что он сделан в рамках такого же автобуса, то есть вот один к одному, да, масштаб, для того, чтобы вы могли, ну, ощутить, условно говоря, или что-то почувствовать, находясь внутри этого автобуса. Ну, а вот это вот то, как он выглядел. Да? Можно реагировать его вот так? Не-не-не, это просто, ну, в то время какая-то модель была определенная, да, которую использовали, и, соответственно, это просто то, как это выглядело, и вот это вот воспроизвели в такой форме. Теперь, как бы, я хотел вернуться к тому, о чем мы говорили, и хочу напомнить вам. Значит, в первой части, в первой части лекции, да, мы с вами говорили о том, что понятия истории и понятия памяти сегодня являются ключевыми, они осмысливаются совершенно иначе, чем мы их осмыслили внутри Беларуси, в беларусском контексте 80-90-е годы. История и память — это такие сложные социальные конструкты, и то, с чем мы сталкиваемся в городской среде. Все вот эти многочисленные памятники — это результат не прошлого непосредственно, а результат того, как мы это прошлое сегодня интерпретируем. Это понятно или нет, да? То есть, какие смыслы мы этому придаем, и поэтому, когда возникает какой-либо памятник, да, или когда возникает какая-то общественная кампания, речь идет не о том, чтобы мы отдали дань прошлому, а речь прежде всего, прежде всего, идет о том, почему то или иное сообщество настаивает на вот какой-либо версии прошлого. Это понятно или нет, да? Потому что это очень важный момент, потому что я вам приведу сейчас два примера, да, которые, как бы, вам немножко больше поясняют эти слова. И второй аспект, второй аспект, да, о чем я говорил, второй вопрос, я говорил о том, что в Беларуси, потому что серьезные проблемы с коллективной памятью, они связаны с тем, что память, множество памяти у нас находится в таком асинхронном, несогласованном состоянии, нет каких-то механизмов упорядочения этих практик, разные сообщества памяти предлагают разные версии, и одновременно в Беларуси есть официальная политика памяти, которая селекцию проводит, что все белорусы должны знать, а что не должны, да, и в рамках вот этой официальной политики памяти какие-то события трактуются, каким-то событием вообще в нее не попадают, и я привел примеры нескольких событий, которые, например, специфически трактуются, да, в рамках этой официальной политики памяти, либо туда не попадают, это в основном травматические события, да, то есть, например, память о Чернобыле почти исключена из официальной политики памяти, память о афганской войне включена таким образом, чтобы не поднимать саму проблему этой самой войны. Память о войне в Афганистане, память о Чернобыле переинтерпретирована в официальной политике памяти. Память о Второй и Первой войне у нас все еще память о Великой Отечественной войне, то есть это трансформирующаяся советская идеологема, и эта память сегодня является центральной для официальной политики памяти в Беларуси. Советское прошлое, очень большие сложности у нас с советским прошлым, мы не знаем, что с ним делать. Все, что мы видим сейчас вокруг, в ландшафте беларуских городов, это в основном то, что создавалось в советскую эпоху. Я имею в виду множество вещей, начиная от памятников, заканчивая названиями улиц. То есть я выхожу с Бельского вокзала, понимаете, да, Родженикидса, Комсомольская, Ленина, Маркса, Крупская и так далее. В Минске это чуть меньше чувствуется, потому что там пару центральных улиц переименовали, на окраинах, на периферии Минска там другие названия, допустим, но когда я приезжал, например, в Бобруск или вот в Брест, вот эта вот концентрация советскости, она очень сильная. Но в Минске есть еще один очень интересный аспект. Город долгое время казался застывшим городом без истории. Вот в аннотации лекции я написал, да, что часто есть ощущение отсутствия истории в городском пространстве. Почему? Ответ очень простой. Потому что в том числе нет примет вот этих разных памятей, да, нет примет этих разных памятей, либо если они есть, они не собираются в единый образ, да. То есть мы видим отдельно память о Холокосте, мы видим отдельно память о событиях, связанных с Белосибельской крепостью, еще какие-то памяти отдельно. И социальные рамки памяти в Беларуси, то есть вот эти нарративы, которые нам всем рассказывают о том, как это должно быть вместе, они сделаны таким образом, что одно исключает другое, да. То есть это отдельная очень большая тема и очень интересная. И дальше я вам рассказывал о том, что сегодня памятники ставятся очень специфически, да. Особенно с учетом, так сказать, произошедших изменений разного рода. И памятники травматическим событиям, это так называемые часто контр-монументы, совершенно не похожие на то, как раньше мемориализировали какие-либо важные события. Я хотел привести два примера памятников, да, которые вот в Беларуси появились в последнее время, и предложить вам немножко подумать об этом. То, что мы сейчас будем делать, это не ирония, не критика, это скорее попытка прочитать эти памятники, может быть, не так радостно, да, как их пытаются прочитать. Первый памятник, это памятник князю Альгерду. В Витебске четыре года боролись за то, чтобы его установить. Четыре года делался проект, четыре года там сменился скульптор, но не очень сменился образ. И в результате появился памятник Альгерду, разрешение на установку памятника дал президент, присутствовали государственные лица на открытии памятника, которые при этом ничего не говорили. То есть просто памятник был открыт, речей не было. И теперь давайте подумаем, я вот, как бы, условно говоря, написал некоторые такие аспекты, я подумал, что вот два кейса, они достаточно интересны для того, чтобы показать, что такое работа с прошлым городском пространстве сегодня. Я вам задам вопрос, какие у вас вызывают ощущения памятник Альгерду? Какие у вас ассоциации? Монусная защита. Да, защита. Монументальность. Так, монументальность. Мне кажется, что это тоже вот советский памятник, для такого уже немножко, да, Жукова образная, но... Жуков будет. Жуков будет, да. А есть, как бы, пространство, то есть человек захватывает пространство, большой полет, то есть большая территория, которую перекрывает этот памятник, то есть он что-то от кого-то то ли захватывает, то ли оберегает, то есть, видя, что птица летит, ну, скорее всего, он куда-то там направляется вдаль. Ну, смотрите, особенно мне нравятся надписи, обратите внимание, «Квитней, родная Беларусь». Вот это вот, понимаете, то, что у вас сейчас смутно возникает. Да, пожалуйста. Не-не-не, все, что, да. Это Квальер, то есть... А-а. Ну, расскажите, кто это. Это Квальер, я... Это князь Великого Княжества Литовского, при котором его территория в XIV веке увеличилась в два раза. Да. А почему именно... А потому что с Витебском, в том числе, было связано история Великого Княжества Литовска и Альгерда. Поэтому они вообще... А княжество Литовское, а власть Белорусская теперь устанавливает на этой памяти. Ага. Там было написано, то есть, блин, какая-то предистория к этому памятнику или просто... Не-не-не, да, ну, конечно же, да. Я сейчас буду об этом говорить. Я просто хотел вначале вас послушать немножко. То есть, какие ассоциации вот просто в этот разгар. То есть, у вас, ну, как бы, вроде бы относительно ничего, кроме того, что странное сочетание, да? И плюс еще ощущение советскости какой-то, да? То есть, как бы... Неуместность вот в этой местности вот этого памятника. Вот мне хочется вот эту вот взять и прикрыть эти два здания. И хочу, чтобы хотя бы его обозреть, что это. Потому что как-то это все, что я с Юльяном пойду коров для этих. Ну, вы не против? Вы еще будете меня терпеть некоторое время? Можно? Потому что еще два памятника. Вот этот еще один. Вы выдержите, да? Хорошо. Значит, смотрите. Начнем, то есть, вот немножко. Я просто несколько пунктов расскажу. Того, как можно его считать и увидеть какие-то вещи. Я вам еще раз говорю, что речь не об истории в данный момент, а речь о нашем восприятии истории сегодня. Понимаете, о чем я, да? Это разные вещи. И в этом смысле даже не важно, похож Альгерд сам на себя или не похож. Совершенно не важно. Во-первых, первый момент. Когда, начнем с того, как его устанавливали, российская общественность Витебска, вот они так все назвали, написали письмо о том, что этот памятник ни в коем случае не должен появиться, потому что это призыв к милитаризму. И, кроме всего прочего, там были какие-то проблемы с православной церковью у Альгерда и так далее. Это очень плохо. Соответственно, на сайте даже Витебского, там что-то оба успокоили, в газетах появились отповеди этим людям. В том смысле, что да ладно, все там в порядке было, историки ответили, все хорошо. Значит, потом, как еще, как на Тутбе была такая честная статья, шесть причин того, почему Альгерд должен стоять в Витебске. Значит, первое, 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 мне очень понравилось, одна из первых, там, по счету уже не скажу. Во-первых, это европейский город, а во многих европейских городах, смотрите, понятие европейскости, во многих городах есть памятники с всадниками. И поэтому, то есть, я к тому, что, понимаете, это очень интересно, это как в Минске, например. Это как в Минске, например. Что такое европейский Минск? Это город, в котором есть гипермаркет, понимаете? Это европейский Минск. Но, но, то есть, например, эти знаки истории европейской, вот это речь о том, уважаемые собравшиеся, как из локальной памяти выйти на уровень транснациональной, глобальной памяти, например, европейской, да? Например, в Минске поставили все-таки знак Магдебургского права. И это нас включает в пространство городов, вы знаете, что Магдебургское право, правное самоуправление, это то, что сделало, как бы, городскую цивилизацию Европу, условно говоря, одно из условий, это городская цивилизация. И мы можем сказать, что да, таким образом мы включаемся. Но само наличие просто памятника со всадником, понимаете, да? То есть, опять же, обратите внимание, когда мы устанавливаем, мы что хотим подчеркнуть, ну, европейскость, это тоже наша такая обсессия, такая фиксация на том, что, ну, наверное, мы какие-то что все еще? Нет, нет. Ну, понимаете, да? То есть, опять же, проблема, как бы, собственной идентичности, когда мы пытаемся... Понять. Да, когда мы пытаемся установить то, что вроде бы как бы и так есть, но мы как-то вот без этого материального объекта никак не можем в этом что? Убедиться, да. То есть, какая-то некая такая проблема, травма есть какая-то, да, по этому поводу. Потом, смотрите, еще интересный момент. Это ВКЛ, период Великого княжества Литовского. Когда развалился Советский Союз, историю какого периода превратили в основную часть национального мифа. Конечно, историю Великого княжества Литовского, да? И в этом смысле это тоже показательно, что когда хотели установить этот памятник, думали именно об этом. То есть, например, вот в Канаде есть такой интересный памятник, знаменитая пятерка называется. Там пять женщин. Пять женщин, участвовавших в борьбе за женскую эмансипацию. И эти женщины подали в Верховный суд Канады вопрос по поводу канадских законов о том, в городе Калгари, установленная, там Олимпиада была, если вы помните, подали петицию о том, что вот данная трактовка, в которой есть слово персон, подразумевает же, что эти персон, это тоже женщины, тоже могут быть включены в эту трактовку. Верховный суд ответил нет, да? Ну и дальше начинают разворачиваться вот эти политические какие-то события. И вот пяти женщинам поставили памятник. Обратите внимание, он связан с таким фокусом, как борьба за трава, там, женская история, да, и прочие-прочие вещи. У нас памятники ставят, исходя из основного контекста национальной истории, да? То есть в данном случае национальная история у нас воспринимается как история вот именно власти, история там, милитаризма, расширения территории и так далее. И обратите внимание, если мы хотим поставить памятник в рамках укрепления национальной идентичности, мы выбираем фигуру власти, выбираем, да? Вместо того, чтобы попытаться, ну, какие-то другие вещи зафиксировать, да, насколько это возможно. Из всего вот этого вот, исторических периодов, всех периодов, всех событий выбрали то, на чем сфокусировано было внимание людей сразу после распада СССР, на истории великого княжества Литовского. И это тоже показательно, что до сих пор на этом все сфокусировано. Понятно, да? Что мы говорим. Потом мы фокусируемся в национальной идентичности, причем рассматриваем ее и историю нации, рассматриваем в таких узких категориях там власти, там, ну, милитаризма, расширения территории и так далее, и мы с того, чтобы поискать, может быть, еще какие-то фигуры. Вот одна из основных проблем у историков сегодня в Беларуси, я считаю, все время ищут героев. В то время как вот эта негероическая субъектность, мы все, да, она как-то вот ускользает постоянно, а это самое интересное, понимаете, часто. Потом еще один такой момент. Памятник должен быть направлен на то, чтобы почитать историю, знать корни, там написано в обосновании, должен развивать чувство патриотизма, гражданственности и так далее и подобное. Ну, надо сказать, что, подводя итог, условно говоря, характеристики памятника Альгерду, еще интересный момент заключается в том, что власти разрешили его установить. И получается, как бы, вот я вижу некую проблему в том, что и те, кто национально ориентированы за Альгерда, и власть за Альгерда. И тут же вопрос, какой интересный. То есть как раз интересно подумать, почему так происходит. Ну, например, уже с 2000-х многие исследователи пишут о том, что белорусская власть, которая раньше отрицала национальную историю и прочее, и прочее, начала использовать элементы национального дискурса, то есть прежних своих противников, в риторике, да, и постепенно включать это в собственный дискурс. Потом, я еще думаю, еще одна из причин того, почему власть огласилась, потому что все-таки это памятник власти. Если убрать Альгерду, ну, еще и это памятник, почему власти? Потому что только власть имеет право его что? Установить. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот каждый памятник. То есть вот с одной стороны все рады, ну, и в принципе для меня как бы понятно, что вроде бы хорошо, что появился памятник, там, деятеля ВКЛ. Учитывая, если вы были в Витебске, кто-то здесь был в Витебске или нет, вы обратите внимание, что там вся инфраструктура заточена под славянский базар, под 19-й век, стилизацию, кафе с названиями с яйтем, там, Суморов, там, ну, понимаете, да, вот такой вот имперский, имперский губернский Витебск, это такой образ губернского Витебска для, в том числе, основной массы российских туристов, приезжающих в Витебск. Там был корпоратив Газпром, если вы помните, некоторое время назад, такой вот шумной историей, там, Газпром выкупил город, писали в прессе, да, и в этом смысле для того, чтобы уравновесить вот это, может быть памятник Альгирда неплохо. С другой стороны, эпоха национализма, да, немножко минула, но мы оказались в реальности, когда у нас это актуально, да, и поэтому возникает такое интересное ощущение от этого памятника, те, кто занимается теориями, да, связанными с интерпретацией культурного наследия, говорят так, что сегодня монументальные памятники уже не устанавливают по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что время больших героев и больших идей, оно как бы что? Ушло, прошло. И поэтому сегодня монументальные памятники, если они появляются, они выглядят скорее как пастиш, как стилизация, и часто могут вызывать иронию. И возникает ощущение бриколажа, когда этот памятник, ну, как бы не на своем месте и сочетание совершенно разнородных элементов. И обратите внимание, так это, собственно, что? И выглядит. То есть эта надпись «Квиднее родная Беларусь» как часть современной такой идеологической машины, да, одновременно памятник Альгерду, который внутри себе, если его интерпретировать, содержит множество вещей, говорящих о том, что вот здесь у нас проблема, тут проблема и тут проблема, да, и в результате мы имеем этот памятник, который, тем не менее, ну, появился и хорошо. Ну, как бы немножко изменилось ваше, ну, мнение? Я, извините, могу спросить, кто был инициатор этого вещей? Инициатор, я думаю, скорее всего, общественность там была. Как раз вот я не читал ничего, пытался найти о том, ну, вообще было бы хорошо, если бы этим заниматься, да? А кто-то сделал, да? Ну, государство. Государство, да. Потому что, как бы, работы большие, серьезные там, да, все это масштабно, то есть вот просто говорить о том, что наконец-то в 2014 году поставили памятник, и это очень важно, потому что это памяти великого княжства Литовского, мы уже не можем, да? Мы говорим о том, что этот памятник, то, почему его установили, это, в общем-то, исключительно современное событие. И история здесь была, в общем-то, таким ресурсом, который используют для того, чтобы решить какие-то современные проблемы. Это понятно или нет, да? Потом я хочу еще один памятник вам показать, уже совершенно другой и очень проблемный, да? Река памяти в Минске. 11.04.2011, вы знаете, взрыв в Минском метро произошел, да? Это взрыв в Минском метро, там 15 человек погибло, и скульптор Константин Силиханов через некоторое время предложил установить, там был конкурс, я не знаю, какие там были проекты, хотя было бы очень интересно посмотреть. Конечно, все решалось сверху. А если уже говорить об установке памятников в городском пространстве европейском, речь всегда идет о социальных конвенциях и общественных обсуждениях. У нас этого практически нет вообще. Это как бы, да, то есть это очень серьезная проблема. Тем не менее, река памяти была установлена. Ну, я вам хочу сказать, что в Минске была еще одна трагедия. В 99-м году, если кто-то помнит, на Немиге, да, трагедия, когда более 50 человек погибло, памятник тоже поставят, такой в христианских мотивах, но около того памятника на Немиге не проводятся никаких церемониальных мероприятий. Около этого памятника тоже, начиная с 2011 года, да, ну, установили его там чуть позже, мероприятие не проводится, кроме того, что почетных ираул 11-го числа, вот буквально вот, когда, пару дней назад, выставляет Минский метрополитен. Я хочу установить такой памятник, его идея, он говорил, Константин Селиханов, пришла мне сразу в голову, река памяти, хотя у меня ассоциация, вы знаете, есть лето, река забвения, вы знаете такое, да, река памяти. Это должен быть памятник, который, как бы, не обостряет чувства родственников, да, погибших, и дальше он говорил о том, что кроме того, там много людей ходит и так далее, память не должен нарушать городскую среду. Выглядит все, ну, мотивировано, да, то есть уважаем чувства людей и одновременно не нарушаем городское пространство вписывать. Но помните, вот я вам говорил буквально там, минут 15 назад о том, что такое памятник, и если мы ставим памятник к травматическому событию, можем ли мы его делать терапевтически? То есть если мы его делаем вот таким, значит, соответственно, мы успокаиваем родственников, но одновременно мы успокаиваем и общество, как бы, да. Это очень сложный момент, потому что, например, когда все это случилось, вы помните, вначале говорили о том, что рухнула та модель стабильности, о которой все говорили, потому что погибли люди, взрыв, а второй момент, который все обсуждали, это наличие смертной казни в Беларуси, то есть, иначе говоря, судебный процесс тоже вызвал, ну, большие дискуссии, дебаты, и до сих пор это все очень проблемно, условно говоря, несмотря на быстрый расстрел еще, да, те, кто осуществил, осуществил, как сказал суд, этот акт, и в этом смысле возникает вопрос, какой? Там было очень много вопросов, да, но сегодня мы ставим такой вот памятник, и таким образом фактически возникает компромисс. Понимаете, о чем я, да? То есть, получается, церемониальной церемонии там практически нет, и на нашей Нью-Йорке писали буквально вчера или позавчера, что к памятнику никто фактически не пришел. И то же самое происходит вот с Нью-Йоркой, да, то есть вот какие-то вещи вытесняются, да, из общей памяти, они мемориально обозначаются, но интерпретируются глобально таким образом, что конкретные значения этих памятников нейтрализуются, стираются. Вот памятник есть, но мы проходим мимо, и у нас не возникает никаких вопросов. Вы понимаете, о чем я, да? Никаких вопросов о том, что произошло. Еще интересен такой аспект, ну, я не знаю, какой памятник можно было бы поставить этому событию, но вопрос в том, что как бы здесь возникает такое вот двойственное ощущение. С одной стороны, памятник пирапевтический, с другой стороны, то, что произошло, во многом связано с белорусской властью тоже, да, то есть я имею в виду та пропаганта, которая была до этого и так далее, ну, или на Немиге напрямую связана с тем, что было плохо организовано проведение праздника, охрана, ничего не было продумано, потом это все поменяли, все эти практики, но фактически виновна власть, да, то есть мы без персонала даже говорим, потому что на самом деле виновны люди, которые просто в тот момент должны были этим заниматься. Конечно, образ власти негативный никому что не нужен, да, поэтому вот так вот. Но еще что интересно, обратите внимание на другой ракурс этого памятника, понимаете, станция метро Октябрьская, да, вот я вам говорил о местности памятника, да, о том, что когда мы что-то ставим, вот как интересно иногда совпадают разные вещи, да, и вот мы видим СССР, и это фреска, на которой космонавты изображены, и воины, которые пытаются, да, там в атаку идти и так далее, такой вот советский нарратив, космос и милитаризм, героизм и так далее, и того подобное, и вот интересно, я не знаю даже, как это интерпретировать все вместе, но если на это смотреть, то возникают какие-то вот такие ощущения интересные, да, по поводу там преемственности, истории, или по поводу того, что могут обозначать знаки, и как они соотносятся между собой и так далее, то есть, ну, на фоне река памяти одновременно мы можем сказать, что давайте вспомним не космос, а какие-то другие теневые аспекты, например, жизни в Советском Союзе, это мозаика Советской эпохи, да, которая сама по себе отражала идеальный глянцевый образ советского общества, да, ну, я хочу сказать, что сочетание этих вещей, в общем-то, может давать пищу для развошлений. Ну, на этом у меня все. Спасибо большое. Я не знаю, как бы, насколько я удовлетворил ваш интерес, но я готов ответить на все вопросы. А вы даже в Абибирске не видели. Я, к сожалению, в Бресте был буквально вот несколько раз только на вокзале, и сейчас только шел по городу, но вот Лена сказала, что, может быть, завтра получится там что-то глянуть, я, конечно, хочу в Крепость попасть и, ну, посмотреть что-то, что интересно. Ну, вы, когда в Крепке, какие-то дискуссии будут по поводу создания Крепатии? Хотят, по ваше мнение. Да, поделать ваши книги, посмотрите, потом, когда я вам в другой раз расскажу. Что вы уже сегодня говорите, любила? Хорошо, потому что я не знаю еще, о чем идет речь, но на самом деле, понимаете, я немножко слукавил, когда тему лекции, предложил спецификой Беларуси, с одной стороны, говорил в общем, но на самом деле, очень мало эмпирического материала. То есть, допустим, у нас практически никто не собирает, не делает, так называемое, плотное описание вот этих объектов в мемориальных. То есть, понимаете, все эти памятники, появившиеся в советскую эпоху и после, они раньше описывались как? Ну, создал там такой-то, да, в таком-то году и все. Матьяр такой. Да. А на самом деле, что интересно, какие дискуссии шли вокруг этого памятника, когда его создавали, какие там были проекты, то есть, речь идет о том, почему его воздвигли, да, потому что мы, ну, еще раз, не об истории говорим в данном случае, какой посвящен этот памятник, а мы говорим о том, почему какой-то образ истории решили в этом пространстве закрепить, да, именно в таком виде. И памятники, конечно, читаются. Вот даже на примере памятника Алькерда понятно, что его можно интерпретировать различным образом и увидеть какие-то проблемы серьезные, да, которые есть с мемориальными объектами сегодня в Беларуси, потому что, еще раз повторяю, мы вот ставим памятники сегодня, желая там национальную аутентичность или что-то укрепить, и это смотрится, может быть, немножко странно на фоне стран, в которых какие-то вопросы уже решены, немножко другие формы мемориальных объектов, и речь даже идет о сравнении не о том, что, конечно, у нас плохо или хорошо, просто это сравнение помогает увидеть наше что? Ну, особенности, специфику какую-то, да, чем мы отличаемся. И поэтому, если бы, например, вот историки больше занимались этими плотными описаниями, потому что, например, на сайте уроки истории есть очень интересный проект, школьникам предлагают заниматься таким описанием, да, предлагали, ну, исследовать памятник, то есть опрашивать людей, что вы чувствуете, когда мимо проходите. Например, ну, понятно, что, исследователи писали, например, о Минске, что многие уже не опознают советские памятники. Я, кстати, когда шел сейчас вот по направлению там гостиницы и так далее, где памятник Ленина, я спросил, да? Чего сложно мне сказали, сложно. Но памятник, я просто, ну, решил специально, немножко, говорю, спросить, ну, понимаете, да, мне просто интересно было. То есть и в Минске, например, и в Минске, например, часть памятников уже не опознается, иногда их еще называют, не помню точный термин, что-то вроде invisible monument, то есть в том смысле, что мы находимся рядом с памятником, с памятником, но он нам совершенно не важен, как мемориальный объект, а это просто какая-то фоновая точка, да? Мы там встречаемся, это, допустим, на площади независимости, там понятно, что там памятник Ленину стоит, но мы встречаемся не потому, что там Ленин стоит, да, по совершенно другим причинам. И многие памятники сегодня, советские памятники утрачивают свой смысл. Мы вот буквально в 2013 году делали выставку «Пионерская выдержка». Я не знаю, кто-нибудь там видел, может, материалы. Фотографы из России и Белоруссии собрали памятники пионеров, фотографии памятников пионеров. В каком они, видите, сейчас находятся, где-то разрушаются, где-то о них заботятся, потому что для многих эта память о советском заключена не в советской идеологии, а вот, допустим, в каком-то памятном знаке, который для них является таким знаком, собирающим их частные смыслы, да? То, как они жили, допустим, там, в советскую эпоху, их частную жизнь, и он не наделяется от памятника политическими смыслами. И поэтому люди как бы вот, это как маркер такой, да? Их прошлого, условно говоря. Вот он такой, к сожалению, потому что других, ну, как бы нет, да? Поэтому вот так. Поэтому, ну, это очень интересный момент плотных описаний памятников, да? Я думаю, что если бы кто-то этим занялся... А что никто бы не разрушил? Не-не-не, я не говорю, что я даже этим занимаюсь. Я на самом деле вот завершил статью, посвященную Минску, там порядка больше 20 страниц. Ну, я начал с мыслями о том, что мы Минск советский, мы все это знаем. И я начал перечислять эти места памяти, да? Которые есть в Минске. Мест памяти оказалось намного больше, чем мое представление о советском Минске. То есть, смотрите, во-первых, места памяти, связанные с белорусским национальным движением, которые никак не обозначены, типа, например, вот БНР провозглашали, остались здания, об этом все знают в Минске, здания остались, табличек никаких нет. Там Чебуечное, да, написано. Протестного движения нонконформизма 90-х-2000. Стена Виктора Цоя. Из центра города она переместилась. У нас, ну, есть такое, я не знаю, там вы слышали, нет? И это не только потом Александровский сквер. Место памяти, где собирались все неформалы. Минска, там, 90-х, начало 2000-х. Важное место. Потом места памяти о Холокосте, да? Потом места памяти, связанные с татарским Минском. То есть, на самом деле, вот эта панорама мест памяти, да, она очень большая. Есть статья, историки занимаются политикой памяти, исследованием памяти занимается Алексей Лостовский, социолог, потом историк Алиса Малинчук. У него есть статья в ОРК, она выложена в онлайн, то есть, можно почитать, места памяти в Гродно. Там тоже интересная такая конфигурация. И вот, кстати, одна из проблем, о которых говорил Олеся Малинчук, связана, например, с тем, что Гродно, вот, польская память, еврейская память, имперский город, и одновременно острая проблема наличия интегральных мест памяти. То есть, тех мест, которые бы признавали все сообщества памяти в качестве знаковых, да? Ну, то есть, вот, большая проблема с тем, чтобы найти вот такие вот символы, что ли, да, по поводу которых многие были бы согласны и так далее, это проблема. Я думаю, что памятью занимаются те, кто занимается культурным наследием. Вопрос в том, что просто очень мало публикаций, где бы... ...публикации. Я вам приведу такой пример. У меня было детей и подростков. И в моем умстве думая, дочка сказала, задала вопрос. Мама, а у нас до Великой Отечественной войны что-то было в городе или нет? Притом, при всем, что мы проходим по 17 сентября, я показываю, вот этот дом, тот жил бы прапрадед. То есть, дом моего прадеда. И его прапрадеда, он до сих пор стоит, где родился 100 лет назад, вот наш дед, понимаете? И он говорит, а что-то было, а вот у них программа «Минюм Крепость», и они съездили в Новый Музей Великой Отечественной войны. Все, это обязательно. Сваца патриотичная. Но ничего другого, альтернатива им предложено не было. Иногда, на нем нет. То есть, или, ну, если же они уже все посетили, как бы, и вот в этом году, вот они зимой съездили в Новый Музей Великой Отечественной войны. Что запомнили? Как было классно поездом. И все, понимаете, вот этот музей, он был, наверное, и не совсем интересен. Я не буду говорить, я его не видела. Но вот это два обязательных момента, то есть, это дети, но подростки. В Минске, знаете, вот общественность сейчас добилась, ну, как добилась, Мингридсполком независимо согласился на следующую акцию. Ко всем табличкам в Минских улиц будут помещены таблички с их названиями прежними. То есть, это хотя бы один из способов как-то маркировать историю и как-то упомянуть обо всех этих исторических слоях. Самая популярная метафора при разговоре о городской памяти в Белоруссии, не только это метафора полимсеста, вы знаете, да? Это полимсест, это, скажем так, материал для письма. Мы что-то пишем. Поскольку материал очень дорогой, да, описать надо какое-то новое что-то, мы стираем то, что было, и сверху наносим. Потом опять стираем, потом наносим. В результате мы получаем вот эти вот все слои, да, которые, скажем так, один погребен под вторым. И в этом смысле я думаю, что то, что надо сделать, это как бы актуализировать, да, вот эти все исторические памяти, множество этих памяти. В Минске, опять же возвращаясь, да, смотрите, вот места памяти нонконформизма, места памяти, связанные с Белорусским национальным движением, места памяти, связанные с Чернобылем, места памяти, связанные с войной в Афганистане, места памяти, связанные с Холокостом, места памяти, связанные с... Так, что у меня там еще было? В общем, много еще чего, да? И вот это все, да, вот эту всю историю, конечно, если бы ее обозначали, потому что необязательно делать это монументально, необязательно ставить памятник. Да. Обозначить эти все строения, которые были там, там, замок, замок, типа, монастырите. Это было, чтобы ты пришел и видел, ну да, здесь крепость, но зато здесь было это вот. Какой-то высоты туда. Это было очень хорошее. Какие романтики? На этих прицах нарисовать куму, то есть ничего такого не происходит. То есть ничего такого не происходит. Потому что, понимаете, с одной стороны мы хотим историю меди, а с другой стороны мы не боимся. Да, да, да. Мы не боимся. Потому что, ну, леска, то, что было в леской крепости, начинается действительно поднять какого-то самостояния. Да, 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 да. Это диалогизированный объект, его просто не дается ничего делать. Это постоянная наша память из публикационского масштаба. Но все равно я вам скажу, я вспоминаю свое школьное детство, когда я ходила в музей, я вспоминаю, когда я со своими людьми ходила как сопровождающий родитель. Там показали кирпичик, вот эту памятную, ну, не досточку, шиточку, где была император, там, гра-та-та, заложил такую-то крепость. То есть, там появилось хоть что-то, а с чего, то есть, уже, ну, до Великой Отечественной войны что там было, понятно. Аказалось, и в первую очередь, то есть, до этого еще не дошли, как у города. Но, по крайней мере, сделали шаг, чтобы вверх, она не с 41-го года крепость началась. Аказалось, она в 876-й год она началась. То есть, уже на 50 лет мы отошли. По ранее шагу. То есть, там, вот, в 1815, по-моему. Да, да, да. Ну, не знаю, наверное, уже моим внукам будут показывать, наверное, старый город, дай бог, что там, ну, как бы, мы вот дойдем. То есть, ну, это все вот такими шишками, это узкий круг. Понимаете, вот в Минске, например, в публичном пространстве людей не пускают, чтобы что-то делать, да? Поэтому я написал, что в своем тексте о том, что возникают стратегии сопротивления официальной политики памяти дигитализируются, а не цифровыми становятся. Сайты возникают, блоги о Минске, да? И, получается, возникает целый такой виртуальный образ Минска, где люди обозначают старые названия, такие нарративы рассказывают о повседневности, там, о советском Минске очень много сейчас появилось материалов по очень простой причине. Чувство истории вернулось в город Минск, потому что начал разрушаться советский центр. Стали строить дома, нарушая этот советский центр, который раньше был просто такой священной коровой тоже, но я так понял, его не трогали, потому что, видимо, рынок еще плохо заработал, да? Как только заработал, рынок началось. И вот это чувство истории вернулось, и оказалось, что, понимаете, разговор о советском прошлом еще связан с настоящим. И, допустим, сейчас борются с уплотнением города, статьи печатают о том, например, каким было жилье советской номенклатуры, да? Какие были элитные дома в Минске. Но одновременно под статьями, в комментариях, о чем идет речь. О том, какая была социальная мобильность в Советском Союзе. Кто мог стать этой номенклатурой, кто не мог. Как сейчас, да, это происходит. То есть, понимаете, прошлое актуализируется в связи с проблемами, которые мы сегодня обсуждаем, например, социального расслоения, доступа к ресурсам, да, и так далее, и тому подобное. И вот люди увлекаются этим Советским Минском, плюс такая ностальгическая волна, она не политическая, а связана, например, с вот этим ощущением там зеленого города, да, какого-то комфорта, который был, потому что было меньше людей, ну и так далее. То есть, это, ну, такая интересная интерпретация возникает от советского прошлого. Ну, я думаю, что в Бресте, наверное, ну, Минск это особый случай тоже. Ну, как бы, что? Ну, да. Да. ВКЛ тоже сейчас у нас в разделении. То есть, идет Литва, Польша, Украина, Беларусь, как бы, территориально. Ну, все связано. Вот та же Литва, она взяла, вид, на себя, такой, как бы, нагрузку, или она себя сделала, как будто она ВКЛ. Понятно, да, то есть, мы уже приняли, и она придумывает историю, которой не было. Это не нужно, лично это мешает всем. Мы тоже это делаем. И с ними, понятно, я не говорю, что мы это не делаем, но это тоже дело не нужно. То есть, если было что-то общее, принять это общее, и для наших... Есть прекрасный такой термин «воины памяти». И в этом смысле очень интересно, что европейская интеграция, страны, которые вошли в Европейский Союз, вот это вот единство, оно, как бы, сдерживает локальный национализм в какой-то степени, да. И, например, в рамках там Европы говорят, ну, вот смотрите, у вас там национализм, национальная память вам очень важна, например, как было в Литве, но вот, например, некоторые литовцы участвовали в Холокосте, да. А давайте вот вы еще и о Холокосте расскажете, да, для того, чтобы вот этот образ вашей чудесной национальной памяти, да, не был... был немножко другим, более критическим, да. И еще есть очень интересные проекты по поводу преодоления этих войн памяти. Это, например, совместные учебники истории. Да, вот. Вот, например, немецко-французский учебник, это считается очень удачным пример, это инициатива, и там есть, в общем-то, культурные обмены молодежи Франции и Германии, которые вместе там прорабатывают какие-то вопросы немецкой истории. У нас проблема в том, что если мы собираемся делать единый учебник, то, знаете, я думаю, что... Как бы это сказать? Тут единое понимается не в смысле предложения читателю разных интерпретаций в какой-то аналитической рамке, да, которая нам позволит их как-то совместить, что-то понять, а скорее попытка навязать все-таки немножко какую-то версию. То есть, например, если бы сегодня взялись бы там государственную структуру России и Беларуси писать в общий учебник, это было бы очень любопытно, в общем-то. В России же была попытка, я не знаю, вы читали мне, создать единый учебник истории. Единую программу там и так далее. Не удалось. Не удалось. Потому что, с одной стороны, смотрите, это проблема, которая касается всех, например, Россия, Россия. Что такое? Что мы культивируем? Российскость или русскость? Ну, если российскость, значит, мы должны вписать всех. Всех. Но если мы вписываем всех, значит, мы должны рассказать, как эти все внутри России появились. И тогда возникают, опять же, проблемы этих колониальных практик, там, еще чего-то, да. И, в общем, вот получается, что, может, тогда лучше вот оставить этот хаос, да, условно. Потому что, с одной стороны, хотим, вот как в советскую эпоху, знаете, что будет, не дадим там, да, чтобы было все, выглядело в такой единой концепции. Но, увы. Я хочу еще сказать, сейчас я отвечу на ваш вопрос, я хочу сказать, что, может быть, у меня лекции немножко хаотичные, получилось, я не знаю, но я просто немножко, наверное, разволновался все-таки, да, потому что у меня материала чуть больше, чем. Я просто, когда там текст расшифруется, да, я добавлю, то есть я печатный текст сделаю более таким объемным и поставлю все ссылки. Потому что сейчас я, когда проговариваю разные фамилии или превратил какие-то цитаты, я для экономии времени, ну, все-таки немножко огибал, да, как бы текст, я постараюсь, чтобы он был более такой уже качественный по отношению, по сравнению с живым общением, потому что печальное слово немножко другое, да, оно... Я считаю, что текст будет выложен. Да, 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 на сайте, да, то есть я как бы к тому, что если у кого-то будут какие-то вопросы по именам, то это все будет там в тексте. Ой, это замечательно, по именам, я вам скажу, сейчас вот когда есть научные исследования, и вот это научные исследования, даже я не специалист, иногда гад почитаю, честно говоря, поэтому я всегда за ссылки, это вот, ну, это просто уважение к читателю и уважение просто на... Ну, я вам уже сказал еще по поводу проблемы, которая у нас есть, что многие книги, которые у нас появляются, это результат не развития истории или науки, это скорее результат политики идентичности. То есть мы пытаемся создать какую-то версию идентичности, да, и создаем книги, пытаясь вот как раз что-то легитимировать, да, и в этом смысле наука, она страдает, да, она уходит на второй план. Это как бы чувствуется, если посмотреть на то, что массово продается в книжных магазинах, например, по истории Беларуси, часть это академическая литература, часть это литература, которая пытается выглядеть как академическая, но ей на самом деле не является. У нас советская эпоха, и она полностью сделала образ, ну, как сказать, одела Минск в одежде, в которую сейчас не снимешь, в эти здания, ну, как сказать, сложно сейчас поменять, это тоже, даже если, вот это совсем название, если он стоит, ну, уже эта одежда, которую одели в Минск, и он, как он, он не двигает, грубо говоря, вот он стал советским, вот, например, с этой облицей, станция метро, тут станция метро, но все-таки жизнь шла, и новое событие здесь произошло, и как совместить два события, вот в одном месте, если это уже, как бы, советская события, не что-то, постсоветская, не что-то, то есть там, как мне пути, что-то там не меняет, она уже советская, да, и поэтому, поэтому это вопрос, как бы, как раз эстетической формы и всего остального, то есть, например, художественного решения. В принципе, например, закрытие реки памяти, скорее это удачный пример, в какой-то степени, то есть, понимаете, с одной стороны, это такой памятник, который, как я уже сказал, он терапевтический, да, и как бы глушит, многие вопросы убирает, да, с другой стороны, чем памятник хорош, наверное, потому что в нем нет христианской символики. Почему я так говорю? Потому что, знаете, вот я так хочу спросить вас, мы часто ставим памятники, используя христианскую символику, но все ли являются прямо уже христианами? Начнем с этого. То есть, я к тому, что как раз, какая проблема сегодня стоит, например, в мультикультурных обществах, тоже Европа, что если у нас возникают какие-то мемориальные объекты, например, у нас есть исламская община, есть христианская община, есть еще какая-то община, а мы ставим памятник, который фактически, символически отсылает какой-то определенной культурной традиции только. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Это такой очень интересный момент, как сегодня уравновешивать эти вещи, ну и плюс православная церковь у нас, как бы, ну, в союзе с белорусским государством, и христианская символика, в любом случае, как бы, вписывают эти памятники в официальный нарратив. Она ничего не проблематизирует. Ну, это просто такой, действительно, поставили памятник, чтобы, ну, как обычный памятник, относящийся к культу мертвых, да, к некрополю, и так далее. Но, опять же, интересный вопрос, должны ли памятники вызывать общественную дискуссию? То есть, вы смотрите, у вас должны вопросы возникнуть. Или вы должны, как здесь писали, памятник формирует память без участия зрителя. Да, то есть, либо у вас возникают вопросы, и у вас начинает работать этот момент оценки, переработки, либо вы просто смотрите на уже канонический образ какой-то, да, там, табличку, на которой все написано, как вы должны это понимать. Эстетический какой-то образ, да, а если это еще христианская символика, то, понимаете, получается, если вы будете критически относиться к этому памятнику, это все равно как кощунство. Да. И, например, когда память о Чернобыле, память об афганской войне, оформляется в религиозных символах, соответственно, я смотрю на этот памятник, я не знаю, как его критиковать, то есть, как к этому подобраться, и какой вопрос можно задать, чтобы обойти вот этот момент нарушения сакрального, священного, да, как вот попытаться, да, а у нас памятники обладают вот этой сакральностью, согласитесь, да, что как раз, ну, они сделаны так, чтобы была вот эта вот сакральность, например, я был на лекции, где нам рассказывали, ну, такой момент, совершенно простой, вы не можете подойти к памятнику, он высоко, дистанция установлена таким образом, чтобы у вас уже создавалось это ощущение ауры, ну, понимаете, да, то есть, вы, как бы, не можете подойти, там, и так далее, потому что так сделали этот памятник, для того, чтобы определенные смыслы создать, ну, и, поэтому, конечно, если создать какой-то объект, который можно потрогать, вот, в одной статье писалось о том, какие трудности испытывают туристы, сегодня, когда с большими памятниками, да, он в кадре не помещается, большой памятник, поэтому дотрагиваются до чего-то, да, ну, потому что надо же как-то зафиксировать, да, то есть, есть какие-то визуальные практики, да, того, как мы себя ведем, как мы фотоградим эти селфи, вот, кстати, это то, что в музее Великой Отечественной войны, когда я почитал отзывы о новом музее Великой Отечественной войны, там, знаете, вот что в одном отзыве, да, о, боже, такая трагедия, прям так все почувствовала, ой, а сейчас можно еще фотографироваться, это здорово, да, и вот это вот сочетание, ну, как бы, таких разных вещей, то есть, люди делают селфи, они фотографироваются в таких, ну, как бы, странных позах на фоне военных орудий, да, это выглядит, я не знаю, ну, пожалуйста, но все равно это немножко интересно, потому что это показывает, ну, не история, работает такая индустрия развлечений, такой энтетеймент, да, и аттракцион, как бы, какой-то, да, но работает ли это как исторический объект, допустим, да, это же интересно, тоже. Ну, вот у нас в плепости, вы видите, да, больше, кроме пушек, там, техники, намки сейчас останавливают, да, в такой же принципе, все, да, то есть, я вам уже говорил, я вам уже говорил, что почему так это делают, вот этот вот, элемент инсценировки истории, потому что то поколение, которое сейчас входит в музей, оно уже этого всего не видело, для того, чтобы почувствовать историю, им надо это потрогать, эмоционально включиться, то есть, вот, эти технологии связаны с тем, что, как бы, думают, что новое поколение, ну, условно говоря, не критично, не критично, то есть, уже чем дальше, нет, так есть, понимаете, так есть, но при этом, мы должны думать, как не избавиться от исторических смыслов, так вот, через там разные чудеса, понимаете, это же может быть, ну, как бы, каждый раз надо смотреть, как это работает. А еще, у нас есть музей вот такого развлекательного порядка, новый музей крепости, надеюсь, мы увидим его завтра, то есть, с глазным небом, лошади, воспроизведенные там, натуральную величину, ну, такой вот, деталь, такой смысл. Новый музей крепости, который как раз-таки работает, вот с тем, что мы говорили, что статья вот для немецкого историка, Бархе, он еще этого, наверное, не видел, это музей, говорит о этих, о, господи, пленных, война пленных, но именно фонер, вот такого, Газпром, господиан, я помню, да, фонер такого, вот, с печенья, Можно? Секунду, там просто поставил, потому что там, и мы, совершенно, мне казалось, хотели сказать, ваше отношение к тем памятникам, которые в Фенинде стоят, то есть, то, то прошлое, которое вы понасправляли, и что с ними делать? Ваше отношение к тем памятникам, что с ними делать? Я не знаю, с названием улицы, надо ли именовать улицы, с вашего, именно субъективно, да? Я издалека, я издалека начну, я начну с такого момента, вы все слышали, об этих новых украинских законах, да, о том, что ряд организаций, надо признать, участниками, борцами за независимость Украины, убрать все советские партии, которые, ну, как бы, являются, условно говоря, не соответствуют каким-то требованиям, определенным там, историческим, политическим, и так далее, и переименовать все улицы, да? Ну, конечно, при этом там предполагается, что возможно, чтобы это обсуждаться. Что, как бы, было интересно, вчера историк Андрей Пархом, интересный такой историк известный украинский, прокомментировал эти законы, в полчасовой, вот, таком монологе. Он сказал следующее, очень интересно, вот, один момент я вам скажу, очень интересный момент, он сказал, что, сейчас будет, как бы, почитаться память тех, ну, кого в Советском Союзе, условно говоря, там, считали, там, предателем, там, еще кем-то, и так далее, ОУНУПА, и так далее, но при этом практики, почитания их памяти советские, почетный караул, да, и так далее. Вот, я вот думаю, что, я не знаю, что делать с Советским, потому что, на самом деле, я думаю, что, вот, эта идея сохранения многослойности памяти, то есть, например, таблички, еще, да, с разными именами улиц, с разными названиями улиц, было бы интересно, причем, я не думаю, что, было бы полезно все уничтожать Советское, потому что, или культурное наследие, это превращается в коммерческий аттракцион очень хороший, то есть, на этом еще можно заработать деньги, но, вообще, я считаю, что острота, как бы, проблемы того, что делать с Советскими памятниками, она исчезла, если бы, исчезла острота признания памяти жертв, советских, и если бы, были приняты какие-то решения, обозначающие, что какие-то вещи были абсолютно незаконны, да, есть такой механизм, вы все знаете, это слово люстрация, так называемое, да, которая прошла в ряде стран, центральной и восточной Европы, после коммунизма, в разных странах, она имела разное измерение, да, где-то больше, где-то меньше, где-то более радикально, где-то менее радикально, вот, такое понятие люстрации, я раньше не был сторонником этого, ну, потому что я думал, исходя из опыта других стран часто, что люстрация тоже может быть политическим инструментом, для того, чтобы, да, расправиться с какими-то политическими противниками, ну, а глобально я еще думаю о том, что мы хотим избавиться от насильственного советского прошлого, с его практиками насилия, применяя тоже насилие, и в этом смысле я вспоминаю, вот, я повторю этот сюжет, потому что, это любопытно, в Германии, в Берлине, в центре топографии, топографии террора, это рассказ о том, как национал-социалистическое государство уничтожало людей, какие практики были, но часть экспозиции, там только фотографии, тексты, это фотографии того, как шла деноцификация потом, и как в 60-е годы, эсэсовцы там, оставшиеся в живых, и суд как бы был мягкий, или там возможного не было, вот он стоит там поливает шлангом цветочки у себя в огороде, и так далее, я вот смотрю на это и думаю, с одной стороны ужасно, с другой стороны я думаю, вот о чем, этот человек умрет, ну, рано или поздно, но ладно, с ним там что-то не сделали, но может быть что-то сделали с обществом, чтобы вот то, что он поливает цветочки, да, это было бы такое единичное явление, ну, понимаете, да, что, например, если мы хотим расправиться с этим советским прошлым, может быть, может быть, люстрация должна быть направлена на какие-то такие вещи, то есть, например, работу там в школе, там в университетах, еще где-то в СМИ, по поводу того, что такое насилие, да, что такое репрессии, то есть вот, работать с обществом таким образом, чтобы все-таки общество было сфокусировано не на том, что если мы там расправимся с представителями этой советской эпохи, или с памятниками, и мы решим эту, как бы, проблему. Я не знаю ответ на этот вопрос, я думаю, что, скорее всего, сейчас интересно, что будет на Украине происходить, потому что законы приняты, как они это будут сейчас переименовывать, как они будут сносить эти памятники, где они найдут деньги, и как к этому будет относиться местная община. Ну, то есть, это будет такой интересный, ну, как бы, тест, потому что, как бы, я хочу сказать, что мы, конечно, очень советские в плане ландшафта, но вы должны понять еще одну вещь, что советские символы сохраняются, но что под ними происходит, это уже какая-то другая вещь, да? Возможно, ну, я хочу сказать, что, смотрите, вот, ощущение, вот этой вот стабильности, о которой нам все говорят, да, оно обеспечивается, в том числе, при помощи символов. Но в белорусском обществе есть определенная динамика, и с одной стороны, вот эти советские символы создают ощущение, как будто у нас ничего, что, не происходит. С другой стороны, это может быть и хорошо, и плохо, потому что, как бы, динамика есть, но эти символы, может быть, создают какую-то преемственность истории, которую мы ощущаем, они все исчезнут, на что мы будем опираться, на что? Вот у меня к вам вопрос. Например, в Минске, в Минске, по Минску это чувствуется, я думаю, по Беларуси, в Минске, после начала двухтысячных, уже создается ландшафт, который отсылает не к советской истории, а к истории Лукашенко. Национальная библиотека, вместо старой библиотеки, новый музей Великой Отечественной войны, вместо старого музея Великой Отечественной войны, Дворец Республики, Дворец Независимости, вместо Дворца Республики, который был, но который остался как здание, но новое здание построили, улицы вместо проспекта, переименовали две Минские улицы, вы знаете, в 2005 году, переименованные в 90-е, то есть режим создает вот этот символический ландшафт, его история уже такая длинная, с 94-го года, что он уже не нуждается в отсылках к чему? К советскому прошлому. Это советское прошлое хорошо работало в начале 90-х, в середине 90-х, то есть это был такой ресурс, который на полную катушку использовали в политической борьбе, а сегодня уже в этом нет необходимости, еще и по одной причине, что воспоминания о советском прошлом, не только воспоминания, например, о репрессиях, но это еще воспоминания о том, какая система социального обеспечения была в Советском Союзе, а после того, как у нас сейчас социальные государства немножко начинают, как бы что, разрушаться, то вот эти все бесплатные блага и прочее, что как бы вызывает ассоциацию в том числе с советским, то есть может быть лучше не быть со советским, потому что тогда нам придется говорить, почему мы сейчас всего этого что? Лишаемся. Потому что в Минске, например, проезд все время повышается, оплата, там еще какие-то вещи, то есть вот нарушается, вот это вот, а, ну, исчезает советская инфраструктура, был детский сад, нет детского сада, был магазин шаровой доступности, вместо него дорогой магазин, ну, понимаете, да, и так далее и тому подобное, то есть это довольно интересный процесс, и отвечая на ваш вопрос, мне кажется, вопрос не в том, чтобы, то есть исчезновение советского, оно может быть процессом, когда, а, мы должны в какой-то степени уничтожить, ну, теоретики выделяют три слоя советского, один слой, это вот этот официальный пропагандистский политический слой, еще один слой, там уже не помню, самый нижний слой, это слой вот этой советской повседневной культуры, быта и так далее, вот уничтожается вот эта верхняя часть, да, то есть вот эти официальные символы политические, и так далее, это с одной стороны, с другой стороны, надо работать с тем, чтобы понять, что советское, это не только символы, но это какие-то структуры, это какие-то вещи, и понятия, вот их надо переосмысливать тоже, потому что эти символы, сами по себе, они, ну, вы знаете, советский символ, вспомните фирму Adidas, которая выпустила одежду советскими символами, не помните, такая серия целая была, с кроссовки там, с СССР, и прочее, прочее, и, как вы понимаете, это было просто использовано в рамках, да, коммодифика потребления, просто элементарного, и все, то есть и советские символы, как бы, А они что, просто взяли, соответственно, символов там, ну, да, просто взяли, поскольку это узнаваемо, это узнаваемо, да. Или, ну, допустим, там, оленку нарисовали, то есть, это надо было поменять в рашку, надо было платить, ну, это работает очень просто, например, кто был в Украине, знает, магазин, где написано, белорусские продукты, и знак советского качества стоит, ну, понимаете, такой вот, господин, да, то есть, это же, как бы, такая вещь, да, то есть, это работает, вот, советское уже превратилось в такой бренд, который, ну, такой, отсылающий, где-то к ностальгии, где-то там, еще каким-то вещам. Я могу еще сказать, что белорусские, как прилагательные, тоже превратилось в определенное знак качества, например, в России, есть уже пара процедентов, когда суд отказал в регистрации, я не помню, то ли магазина, то ли юридического лица, который привели белорусские, белорусские продукты там и так далее, то есть, это уже, ну, недопустимо. А почему? Потому что у них есть статья, что не допускается снизывание названий иностранных государств, а написание, то есть, что странно с правой? Да. Ну, белорусские товары, у меня было в Ереване, такое ощущение, интересно, там есть дом белорусских товаров. Мы просто шли мимо, и я совершенно, ну, просто совершенно случайно, мы наткнулись буквально, и я почувствую себя, как в обычном гастрономии, у себя на улице Волгоградской, в Минске, где, как бы, знаете, там сок, садачок стоит, да, там, зефир лежит, да, и все остальное, такой кусочек родины, и это, как бы, тоже был такой бренд, ну, как бы, да, то есть, вот белорусские, это вот такой, ну, так. Ереван, кстати, памятник, сколько памятник, но это один из самых эклектичных городов вообще, потому что там, как раз, вот этот хаос, неупорядоченность памяти, она очень сильно видна, он же и советский, и, как бы, ну, там очень много всего, то есть, там совершенно, там, плюс еще такие проблемы, понимаете, есть какие-то исторические зоны, а там просто дома вот строят, в том числе, в этих зонах, как бы, исторических, да, и там совершенно такая эклектика, и я там официанта шокировал тем, что я спросил, я так на это смотрю, не могу ничего понять, я спросил, а что, вот, вы сказали, вот ощущение города, вот дух города, то есть, какой, ну, он так и не смог ответить, но я не мог понять, как они его ощущали, потому что, с другой стороны, у них нет тех проблем, с идентичностью, которая есть у нас, я когда был в Ереване, я сказал о том, что в Беларуси вышла книжка, как стать белорусом, и они все начали смеяться, потому что там эта проблема, как стать армянином, она не стоит, потому что, во-первых, это мононациональное общество, там практически все армяне, потому что, вы помните, была еще Карабахская война, которая сегрегировала азербайджанцев, и армян, они там уехали, и так далее, и тому подобное, и в результате, это мононациональное общество, с такими жесткими, жесткими отличиями, да, других обществ, с долгой историей, там, и самое интересное, у нас, вот, какая ситуация, у нас вроде бы, долгая история, но мы видим только ее приметы советские, да, а там в музее, так интересно, очень такая интересная, насыщенная первобытность, там, средние века, а потом советские, совсем что-то плохо, вы знаете, как-то так вот, ну, понимаете, тут интересно, как это все конфигурируется, да, они очень из нас такие, испугают, даже связи с с вами, ну, потому что там экономических проблем очень много, страна же изолирована, с одной стороны Турция, а там же геноцид армян не признают, да, Грузия, в которой там проблемы, вели Россию, то есть оно как бы, ну, там совершенно невозможно, там, например, попасть в эту страну, ну, в основном, кроме как вот на самолете, или, допустим, там, по-моему, один поезд с территории Грузии, ну, маршруты, да, то есть, либо самолет, то есть, а, Азербайджан, ну, Азербайджан, с ним была война, Карабах, Турция, и вот через Грузию или Россию, поэтому там, там очень много России в пространстве, то есть, я думал, что у нас много России, вы понимаете? Но там это выражено просто максимально глобально, вывески, названия, ссылки, очень много, очень много, да, ну, что, скажем, что все, да. Ну, еще вопрос, вы сказали, что есть на сайтах такое, как чиновники придумывают, чтобы памятник не поставить, как они затягивают процесс, существует ли какая-то методичка, которую разрабатывают, ну, против этого, то есть, хочу поставить памятник, да, с чего это все начинается, какие инстанции, и какие могут быть уловки, которые можно победить? Я думаю, нет, я думаю, что в Минске есть единственное, что Белорусское добровольное общество охраны памятников, истории культуры Антона Стопович, да, я думаю, что это надо к таким людям обращаться, чтобы выяснить, как это работает, я так понимаю, да, но каких-то таких пособий по общественным инициативам, то есть, например, как там собрать подписи, да, допустим, я не видел лично, я не видел, это часто, ну, из того, что я, например, в тексте о Минске писал, движение, там, говори правду, собирало подписи по поводу Быкова, там, собрали около памятника Быкову, или, да, в Минске, там, 100 тысяч подписей собрали, вы помните, что их в несколько этапов собирали, вначале не признали, какие-то подписи заподлины, потом еще раз собрали, отнесли там Мингрессполком, и все, с конца. То есть, я к тому, что, ну, это работает вот как-то так, на самом деле, это может быть вначале структурировано неофициально, но все заканчивается тем, что вы идете в Мингрессполком, и на этом все, что заканчивается. А можно такое, да. А как вы относитесь к такому явлению в городском пространстве, когда рассказывают, например, наши аллеи в Таневе? Я вам скажу следующую вещь, да, очень, это вообще интересный вопрос, потому что это то, что меня в Бобруйске удивило. В Бобруйске приезжают два бабората, знаете, да, которые все там как бы трогают их, потому что после этого должно что-то случиться хорошее, и так далее. Я смотрю, ну да, но при этом захожу в Краевический музей, и там, например, вообще ничего нет о Холокосте, хотя Бобруйске, это еврейский город, да, к чему я это сейчас, такой неожиданный поворот, да, что вот этот феномен городских скульптур, с одной стороны, с одной стороны, это очень хорошо, появляется что-то соразмерное, ну, не огромное, а маленькое такое, приватное, как бы, как бы, но, что пишут об этих скульптурах городских в условиях Беларуси, да, что это приватность, установленная сверху, то есть, как бы, не вы просто любую инициативу можете реализовать в городском пространстве, а просто, наконец-то, кто-то подумал о том, что, наверное, гражданам нужно что-то такое, да, и поэтому, давайте, вот мы это сделаем, да, вот такое вот, это будет, вы на это влиять, в принципе, не можете, и да, с одной стороны, оно как бы удовлетворяет интересам граждан, потому что это что-то, что отличается от прежних монументальных объектов, и что-то такое не политическое там, не еще какое-то, а такое вот повседневности относящееся, с другой стороны, вы в этом, как бы, не участвуете, вы, и в этом смысле это превратилось в такой странный феномен в Минске, начали возникать вот эти городские скульптуры, ну, понятно, что у них значения все нейтральные, там фотографа фигура, или там прикуривающая, да, то есть, ну, такой фан одноразовый, да, то есть, для туристов, которые пришли и один раз фотографировались и ушли, и этих фигур появилось, делал один скульптор, ныне покойный, Жбанов, да, и этих фигур уже 14 штук появилось до того, как он, значит, умер, то есть, вот, понимаете, вначале ничего нет, и теперь вот стоят одинаковые фигуры, разный сюжет, но они выполнены в одинаковой эстетике, и в Минске недавно решили установить памятник Короевы около Гомаровского рынка, который тоже в этой эстетике, понимаете, тут же вопрос в том, что вот этот вот бум, вот этой городской скульптуры, которая началась в Беларуси, он как бы двояльный, с одной стороны, это такая приватность сверху, установленная, да, разрешили, наконец, делать такое, да, относящееся к частной жизни, к повседневности, с другой стороны, этот бум еще показывает, что, ну, в Беларуси, вряд ли с ними писали, почему памятник Короеве, а не Быкову, понимаете, и в этом смысле для меня вообще дикая постановка вопроса, потому что я считаю, что должно быть и Короеве, и Быкову, понимаете, но поскольку нет Быков, да, а есть Короеве, поэтому я понимаю, что вот эта городская скульптура, этот феномен, и то, что Горьев с полком соглашается на все, это еще обозначает, что это такой субститут замена других памятников, понимаете, вот у меня такая мысль совершенно. Как вы говорите, что Горьев с полком в костюмах в церкви, да, это подмена, это мы муляж, мы настоящие заменяем муляжами, у нас в городе переключаются старые здания, вот смотрятся новые стены и на них вешаются муляли, и на них отличаются что-то памятник культуры. Вот в Минске, в Минске такая же проблема, это стали называть псевдоисторической застройкой. Частные инвесторы, да, в районе улицы Немиги и Зыбицка, если кто был, это Минск, площадь Свободы, там, господи, как же соборы, простите, некрещеный, извините, да, выскочило, но бывает. И там старый квартал как бы был, да, и сейчас из него сделали старый квартал. Что это значит? Где-то что-то снесли, вычистили внутренности, то, что сделали, как бы реконструировали, это на самом деле муляж, на самом деле, да, потому что никакого отношения, то есть, если вы делаете муляж, но делайте его хотя бы псевдоисторическим, там, какие-то детали, да, или еще что-то. А так многие начали писать, что псевдоисторическая настройка, застройка, и это типичное проявление индустрии наследия. История хорошо продается. В этих уютных старых кварталах, дорогие гостиницы, рестораны, бутики, и все остальное, да, создается такое ощущение вот этой исторической ауры, это продается хорошо, да, и поэтому Минск, вот возникают вот эти вот моменты, и это при том, что, например, какие-то исторические здания на улице там революционной, да, которые требовали ухода и всего остального, они просто были фактически уничтожены. Да, да, специально доводят, да, 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 и плюс, конечно, еще роль там частных инвесторов, да, и все остальное, то есть, все вместе. Это о чем говорит? Потому что мы не хотим иметь свою память. это говорит, не знаю, тут выводов много может быть на первом разе. Я бы сказал, что, не то чтобы, нет, память хотят иметь, но не такую, какую хотите вы. Ну, вы... Нет, но это же вопрос о том, это вопрос о том, как бороться за определение понятия, какая память нам что? Нужна, да, то есть я же вам говорил, что память, как бы это то, что является предметом дискуссии, такой социальный конструкт, вокруг которого идут споры. Мы вам говорим, что мы им предлагаем себя в достойчивую востоку, что вам это, не хватает в вашей жизни? вот вам. Вот вам. Не знаю, чтобы каждое поколение было само собой, понимаете, чтобы вы так проговорили, облички разные сохранялись, не разрушали старые, понимаете, то же самое, строить новые объекты, чтобы он современно строился, такой, как сейчас, а не гуляж, не все, это архитектура построения. Ну, в Минске, Минск, как бы, очень много уродливых домов. Ну, у нас тоже. В принципе, новых, новых, уродливых домов. Я не знаю даже, что лучше, псевдоисторическое застройство или панельное одинаковое, но я не знаю. То есть, такой вопрос сложный и очень большой, правда. И то, что вы сказали, это в Минске это с начала двухтысячных, то есть, вот эта вот индустрия наследия и я имею в виду, когда горожане стали замечать, что происходит. Понимаете? Потому что еще проблема в том, что Минск так быстро стал меняться, что именно поэтому все обеспокоились. Ну, я, например, не узнаю город, в котором я родился в 1974 году. Да? И там прожил все это время и я никак не могу понять, что с ним. Ну, то есть, вся причина в том, что покупают правительство и оно разрешает. Правительство проблема в том, две проблемы. Первая проблема в том, что инвесторы, которые участвуют в покупке, они связаны с правительством в том числе. Это не независимый конкурс. Это раз. Во-вторых, есть такое понятие инструментализация истории. То есть, индустрия наследия это как бы то, как историю инструментализируют, как ей манипулируют. Но это же происходит в масштабах страны на уровне политическом. Понимаете? То есть, я понимаю, если бы у нас все в порядке с историей, условно говоря, и тут скандал с историческим домом. И мы в нем разбираемся. А здесь получается, что нет механизмов вообще регулирующих вот это использование истории так, как тебе хочется. Да? То есть, понимаете? Это сложный такой момент. Вообще радует, что вы какой-то администр. Я? Да. Снимаетесь антидиками с антидиками? Это, знаете, да. Я с теми. Да? Да? Окей. Я думаю, что, наверное, мы это, да. Мне кажется, что мы уже беспокоились. Я немножко притомился, да. Но если у кого-то индивидуальные вопросы есть, пожалуйста, я сказал ответить. Спасибо всем большое. Спасибо.